Спасибо, друзья, за аплодисменты. Программа «Чёрное зеркало», политическое ток-шоу нашего канала, которое готовит программу подробностей, опять в эфире после несколько затянувшегося отпуска. И, как всегда, у нас в студии политики, политологи, журналисты, и мы будем говорить на некоторые самые зломодневные, на наш взгляд, темы. Прежде всего поговорим о том, что происходит в Украине и вокруг неё с точки зрения военно-политической ситуации. Если в двух словах, то эта тема выйдется мне следующим образом, что всё-таки после резкого обострения, после того, как, скажем так, в последние две недели сильно активизировались боевые действия, которые вели террористы, сепаратисты, назовите как хотите, при явной поддержке Российской Федерации на Востоке и Юго-Востоке Украины, удалось всё-таки ситуацию стабилизировать. Бои продолжаются, к сожалению, есть потери, убитые, раненые, каждый день информационное агентство, не то, что каждый день, каждый час информационное агентство приносит печальные вести на эту тему, но, тем не менее, вот это испугавшее многих продвижение остановлено. С другой стороны, можно, наверное, говорить о некоем серьёзном наступлении украинской дипломатии на внешнем фронте, потому что буквально за последние дни достигнут ряд важных результатов, я имею в виду. И те решения, которые были приняты в Страсбурге на парламентской ассамблее Совета Европы, на очередной её сессии, и на Совете министров иностранных дел Европейского Союза, который прошёл вчера, в четверг, в Страсбурге, где были серьёзные опасения, особенно в связи с тем, что в Греции к власти пришли новые политические силы, у которых на многие проблемы, в том числе и на проблему ситуации вокруг Украины, так сказать, особый взгляд, и были серьёзные опасения, что будут даны рекомендации либо не продлевать, либо ослабить санкции против России в связи с её действиями в отношении Украины, но этого не случилось. Санкции, судя по всему, будут сохранены и даже, возможно, усилены. Ну и вот, собственно, давайте от этой точки и танцевать. Мне как раз хотелось бы обратиться к одному из участников нашей сегодняшней программы. Это посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, есть сторонники ослабления санкций, есть сторонники продолжения и усиления. И мы наблюдали на протяжении долгих месяцев их такую неявную борьбу, в том числе там в средствах массовой информации, на разного рода конференциях международных и так далее. Вот можно ли сейчас сказать, что всё-таки сторонники жесткой линии берут вверх? Мы также должны быть честными и сказать, что дискуссия в середине есть. То есть, дискуссия про то, как оптимизировать процесс тиска, вплива, взаимодействие с Российской Федерацией, есть на всех майданчиках. И это нормально. Потому что мы, на обмену от наших оппонентов, как раз существуем в демократичном средствах и суспільстве, где есть место дискуссия. Но единство Европы и единство мира с Украиной остается. Это главное. Ну а вот греческий фактор. Олег Волошин, вам теперь слово хочу. Как вам этот самый пресловутый греческий фактор представляется? Я бы, конечно... Это не было открытого вызова самоуществования Украины, когда мы любую международную проблему, любые международные события воспринимаем через призму себя. На самом деле, мир не живет, только Украина. И, в первую очередь, господин Ципрос с его популистской партией Сириса победил абсолютно не в связи с тем, что он за Россию или против Украины, а в связи с тем, что подавляющее большинство греков, вот как у нас примерно относится к России, примерно аналогично относится к Германии. И к тем нормам бюджетной экономии, которые Ангела Меркель под эгидой о Германии, но в целом Европейский Союз наложил на Грецию, обуславливая тем экономическую помощь. Поэтому, в первую очередь, то, что произошло в Греции, это, собственно, внутриевропейская проблема. И в связи с этим очень важно понимать, что страна, которая должна 320 миллиардов долларов Европейскому Союзу и МВФ, в принципе, по определению, не может серьезным образом заставить Европейский Союз что-то делать. То есть она, это первое. А второе, давайте не забывать, Венгрия, которая не должна такой колоссальной суммы денег европейцев, там премьер-министр Виктор Орбан, его партия Фидес уже продолжительное время заявляет, что Россия это главный друг надежды и спаситель Европы. По большому желанию, если бы они дать им волю, они бы, наверное, уже и Закарпатти бы что-то там начали качать, с той стороны, что явно России было бы выгодно тоже поднимать тему сепаратизма в Венгрии в Закарпатии. Но этого чуть не происходит. Ну и Чехия, Словакия, там тоже отдельные политики выступали. Ну да, опять же, есть Кипр, который очень давно и просто с головой зависит от России. То есть в Евросоюзе и без Ципроса в роли премьер-министра Греции хватало... То есть нам в Украине можно не волноваться. Я не думаю, что принципиально что-то изменится. Тем более, что Евросоюз буквально в первый же день четко дал понять, что, ребята, вы вот сначала рассчитайтесь с долгами, разберитесь своими проблемами, а потом будете нас учить вводить санкции или нет. И, кстати, очень важно, Греческое министерство иностранных дел буквально через какое-то время дезавуировало свое заявление, что они против якобы санкций. Поэтому я не думаю, что реально Греция сегодня решится вот прямо саботировать работу Евросоюза. Можете два слова додать? Да, конечно. Просто детали безусловно. Конечно, Дмитрий. Как происходило заседание Ради Министров, насколько нам известно, от наших партнеров. То есть все ожидали такого бум, да, прийде Греки, скажут, что это не так, и это не так, и теперь мы живем по-новому. Этого абсолютно не было. То есть Греция вела себя как ответственный член Европейского Союза, как и Европейской родины. У них была дискуссия, они проговорили, каждый выслал свою позицию, и ту червеную линию, через которую он не перейдет. Но главное то, что за результатом они ухвалили документ, которым сберегли санкции, и оставили открытым веком для их до подальшего посиления. Хотя это как раз был уникальный момент для Греков, сыграть максимально и показать россиянам, которые они дружные, и в середине заявить свою позицию, они ничего не сделали. Дмитрий, извините, у меня сразу уточнение. А идет речь сейчас в Европейском Союзе о сохранении уже существующих санкций против России? Или уже говорят об их усилении? Если да, то о каких и когда их можно ждать? Сбережение санкций уже произошло на этом заседании вчера. И сейчас идет речь о том, какие санкции будут посилены. Вже ведется беспосредняя работа, и она будет на следующем неделе уже покладена на стул по именам, которым уйдут новые имена физических людей, которые будут включены, и новые имена компании. Мы, конечно, понимаем, что наибольшие санкции – это секторальные. Ихнее запровадение уже зависит от подальших их действий Российской Федерации. То есть вы видите эту готовность Европы и те вопросы санкций еще дальше? Абсолютно. И она визуально видна не только из поведения, но и из тех решений, которые они ухваливают. Ну хорошо, а вот скажите, что касается Минской контактной группы, вот на этот час, как вам ситуация представляется? Будет встреча? Не будет? И нет ли у вас ощущения, что вообще Россия, как в простом народе говорят, хотя хочет с этих самых Минских договоренностей съехать? Знаете, нет сейчас гиршего задача для дипломата, чем коментировать, будет Минская группа или не будет. Потому что ты говоришь, что она будет, а потом ее нет. Ты говоришь, что нет, она есть. Там все решается буквально минуту на минуту. На данный момент Украина делает все для того, чтобы это заседание завтра произошло. И чтобы на нем было в течение формы ухвалено конкретное решение о припинении огня. Чтобы это не было, просто встретились, снова высловили свои позиции и разъехались. Час, скажем так, церемонийных встреч, он минув. Уже столько крови пролито, что просто нет меморального права для церемонийных протокольных встреч. Поэтому сейчас все сделается для того, чтобы этот встреч завтра произошел. И произошел она с подписанцами Минских договоренностей. И так, потому что, что касается второй части нашего вопроса, то, безусловно, то, что мы сегодня слышали от Дайнеги и Пушилина после Минска, а, фактически, они развинули тезу Володимира Путіна, высловленную войной в области Порошенко, про фактическую лінію размежевания. Это означает, что, фактически, идет попытка ревизии Минских договоренностей. В этом мы принципово заперечиваем, потому что нужно сначала выполнять то, про что договорились, прежде чем выгадывать велосипед и пытаться это поменять. Вот, кстати, где гарантии, что новый пакет Минских соглашений, ревизия старых, которые не выполняются, тоже не будет не исполняться, не будет проигнорировано. Что нужно сделать для того, чтобы вот эти встречи в Минске не носили декларативный характер, а приносили практическую пользу? Вы абсолютно правильно говорите, что мы не можем прийняти ревизию, если мы видим, что партнеры, которые ее предлагают, даже то, что они уже берут на себя обязанно, они их не выполняют. Где гарантия? Это самое интересное вопрос, которое интересует не только Киев, но и Вашингтон, и Берлин, и много других столиц. И гарантии, насамперед, в незменности тиска на Российскую Федерацию от Советского Союза, и в понимании России, что мир не отступит. Потому что, за большим рахунком, мир поддерживает не просто Украину. Свет поддерживает правила, принципы, за которыми этот свет организованный. И Россия должна это четко понимать. Питание даже не в Украине. Питание в святом порядке, которое нужно сохранить. Минске, я извините, Вас перебил. Но вот все-таки, это не только к Вам вопрос, это ко всем здесь присутствующим. Вот кто может сказать, как вот Вам кажется? Вот хорошо, санкции не будут ослаблены, санкции сохранятся, и возможно даже будут усилены. Мир продолжит поддерживать Украину в этом конфликте. А как это отразится на реальной ситуации, каждодневной, там, где идут бои? Можно? Да, пожалуйста. Сергей Каплин. Есть лишь один шлях системного, серьезного, не дипломатичного, в том виде, в котором сохранилась эта послевоенна суть дипломатии. Слова, переговоры, церемонии, рукопотискание, не рукопотискание, а реального решения пробудия. Сегодня украинская дипломатия, украинский народ через инструменты народной дипломатии, должен сделать все, чтобы каждый немець, грек, каждый немець, гречанка, норвежский, французский, английский, у которых есть сын, знала. Або они будут финансировать украинскую армию первую, або они будут беспроцентно кредитировать нашу национальную экономику для ее восстановления и стабилизации ситуации, або их дети будут воювать в Третьей войне. Пока этого понимания в Европе не будет, продолжается эта серемоническая дипломатия. Это серьезный выклад для всего мира. Мы на порозе Третьей святой войны. И сегодня нет просто национальной украинской армии. Эта армия защищает свет от Третьей святой войны. И мы, украинцы, мы, украинцы, платим невероятную цену за этот защит. Платимы жизни наших граждан. Но это только первое, что это на проблемы. Тут, в середине страны, нужно навести порядок. Абсолютный порядок. Сегодня. Почти, вчера. Поковали, поховали хлопчика. 93-го року. Десантника. В городе Полтава. На следующий день. На сессии Мирской Ради. Мой помещник и депутат Александр Шамота. Внес на рожде питания, чтобы признать. Росию агресором. ЛНР и ДНР террористическими организациями. Мирской Рада духовной столицы Украины, Полтава, приняла решение не визнавать Росию агресором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями. А вот в Бариуполе... Мир особисто голосовал против, че утримався. Потім брешешо голосовал за, але в мене є відео. Я вымогаю від Службы безопасности Украины негайно арештувати, перше, кожного депутата, який не голосував. Друге. Друге. Завтра о 12.00 я зберу всю Полтаву, всю Полтавскую область, и не байдужик всей Украины. Под Мирской Радой. Я не пущу мера на свою работу. Вот у нас здесь сидит представитель СБУ. Верховная Рада Украины... Да не сидите это до руководства, хорошо? Верховная Рада Украины должна принять негайно решение про распуск Мирской Ради Полтавы и негайное переобрання міського головы. И мы повинні всій країні показати приклад, что слід за Мирской Радой. Мы не дамо в жодному селі проводити антиукраїнскую полтаву. Сергей, ваша масяць понятна. Извините, я вас все-таки верну к началу вашего выступления. Все-таки ни арест, ни розпуск полтавской мискрады не заставить греков, французов, поляков думать об Украине ежедневно то, с чего вы начали. Но если 450 дармоедов Верховного Союза Украины будут не на морях, вернее, не одно море на пляже, а в каждом квадратном метре Европы, рассказывать этим матерям и отцам, громадам всей Европы о том, что мы на пороге Третьей мировой войны. И Россия воюет против всего мира. А на заседание уходить? То есть налогоплательщики и избиратели этих премьер-министров, которые сидят за этими бесконечными круглыми столами, примут те необходимые решения, чтобы мы имели самую сильную в Европе армию, это первое, чтобы мы имели деньги на развитие и восстановление нашей национальной экономики, и третье, это уже наше обязанное, всех негодяк за решетку, абсолютная администрация и проведение нормальной национальной политики, астрирование наше развитие и наше развитие. Понятно, понятно. А вот как раз, если говорить о самых трудных, самых болезненных решениях, вот я уже сказал, что у нас здесь среди гостей студии есть представитель СБУ, Юрий Тандит, я правильно ставлю ударение? Юрий Тандит, он глава Центра содействия освобождения пленных при службе безопасности Украины. Вот скажите, пожалуйста, как эта проблема сейчас решается? И вот, скажем, эта ситуация, когда на Россию продолжают давить, оказывать, продолжают санкции, возможно, ужесточат их, не приведет ли это к обратной ситуации, что Россия и ее подручные в Украине, ЛНР, ДНР, наоборот, станут еще менее сговорчивыми? Такие же разговоры и идут. Вот давайте не будем вводить санкции, давайте не будем их усилить, это только Путина озлобит, это только подтолкнет его к дальнейшей эскалации ситуации. Что скажете? Вы знаете, я хочу вначале поблагодарить людей, которые нам помогают, поблагодарить тех, кто постоянно дает нам возможность не забывать, что происходит там на Востоке. Это матери, жены, близкие тех людей, которые попали в заложники и находятся там. Конечно же, те люди, которые там находятся, они по-другому смотрят на все. И я только ночью вернулся как раз с Попасного, где мы были и попали под обстрел. И хочу сказать, что каждый мужчина нашей страны должен быть там хотя бы на один день. Потому что, возвращаясь оттуда, ты по-другому смотришь абсолютно на все. Самое главное на себя. И вопрос того, что мы нефтяуты в этот процесс, я думаю, он самое главное. Какие бы санкции не работали со стороны других стран по отношению к нашему соседу, я думаю, что самое главное, чтобы каждый из нас понимал, что нам нужно сохранить нашу страну. Потому что Донбасс, он тоже украинский. Точно так же, как и Крым, он тоже украинский. И мы должны делать все, чтобы сохранить страну в каждом доме, в каждой семье. Пример, мы забыли о том, что финны в свое время, еще в середине 20 века, перед Второй мировой войны, они были атакованы Советской Россией. И за несколько недель практически весь народ поднялся и стал как один. Нас очень много, мы большой народ, мы очень сильные, у нас прекрасные христианские корни. И мы можем сами решить этот вопрос. Дипломаты нам очень помогают. Я благодарен за то, что в Минске мы садились за стол переговоров. И мы со своей стороны, Украина, выполняем мирные договоренности, принятые в Минске. Это нам очень помогает, потому что каждый раз, когда мы общаемся с той стороной, когда я захожу туда, на их территорию, я вижу эти глаза, оправдательные глаза. Они признаются в том, что они находятся на территории Украины. Стоп, 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 стоп. Вот тут интересно, Юрий. Вы туда заходите физически, лично, да? Ну, конечно. Что за люди, с которыми вам приходится? Знаете, разные люди. Есть люди, местные жители, к сожалению, с каждым месяцем, а уже это, ну, скажем так, необъявленная война длится почти 10 месяцев, они используются в Стокгольмский синдром. Многие из них действительно начинают симпатизировать тем, кто как бы защищает Донбасс. Это местные жители. Среди них очень много патриотов, они нам тоже помогают. Второй уровень, это так называемые криминальные авторитеты, которые делят основные капитальные средства. С ними немножко тяжелее говорить, хотя если они обещают, они всегда держат слово. Есть так называемые пришлые казаки, всевозможные. Их очень много, они там имеют кучу всяких наград непонятных. Ряженые такие, да? Да. Они, по сути, ряженые? Ну, они действительно ряженые. Там есть и, как бы, генералы, вот на той стороне. С ними говорить тяжелее еще, потому что они пришли с другого государства, и они непонятно вообще, что защищают. Они постоянно между собой ссорят. И не судя по тому, как они вот одеваются, я преподобно, они не очень адекватно себя оценивают вообще. Да. Так? Да. В основном это эмоционально устойчивые люди. Да, есть инструктора, которые приехали из соседнего государства. С ними вообще невозможно договариваться, потому что они постоянно получают определенные инструкции. Они говорят на чистом питерском диалекте, скажем так, да? Между собой мы их знаем. Они только лишь имеют вот эти клички, или они их называют позывные. Вот. Они в основном все... А они скрывают то, что они приехали из России? Конечно, да. Скрывают. Бывает, знаете как, Бог очень любит нас, наш народ. И Он нам помогает и в этом смысле. Часто даже на освобождениях больших, они бывают снимают шевроны, а бывают забывают их снимать. И мы не раз видели людей в форме с шевронами российской армии. Но я помню этот случай, когда мы опрашивали этих 11 десантников еще летом, которые как бы заблудились. Что мы обнаружили? За три дня до того, как они вошли к нам на нашу землю, они писали уже своим девушкам ВКонтакте и в Одноклассниках, что они идут громить майдановцев. Дальше. Они за два дня сдали все свои личные вещи. И когда они входили к нам, у них были перекрашены их танки, их БТР. И они думали, что когда это произойдет, и они попадут в плен, как они говорили, они думали, что наши ребята их будут просто уничтожать. Их приняли им, оказали первую медицинскую помощь, и старшие офицеры их отпаивали. И для них был полный разрыв шаблова. Юрий, опять перебью вас. Объясните, основной метод освобождения пленных – обмен? Вы знаете, основной метод – это диалог. Потому что я верю, я верю в то, что… Что должно быть? Вы знаете, отношения друг к другу. У меня был случай, когда мы освободили за одного человека шестерых. Один был случай 8. А один был случай, когда за одного человека мы забрали 20. Причем этот один не был каким-то особенным. Мы торговались с ним, ну, в переносном смысле. Этот, скажем так, криминальный авторитет местный, он в конце концов, я его поймал во время переговоров на то, что он дал слово. Они все-таки тоже люди. Да, они заблудшие, многие из них одержимые. Но с ними надо говорить, потому что они такие же, как мы. Они члены нашего государства. Но вот эти люди, которые на той стороне, они как себе представляют будущее? Ну вот, что они думают? Что будет завтра в итоге с ними? Они верят, что они добьются независимости, что их Россия к себе возьмет. Или что они победят и дойдут до Киева, Одессы, Львова. Мы вчера зашли в Попасное, да? Город, который имел население 23 тысячи человек. Мы когда туда въехали, а был обстрел, мы ждали. И когда стали идти, начали стрелять градами. И мы зашли в город, слава богу, остались все живы. Мы общались с мэром. Мэр очень патриотично настроен. И из 23 тысяч человек осталось только 4 тысячи человек. Но люди настроены оставаться до конца и сохранять этот город украинским. И мы... Я не про них. Я про тех, кто на той стороне воюет. Так вот, это такие же люди, как и там. Идет время. И многие из них просто-напросто думают, что они защищают какие-то идеи. Идей на самом деле нет. Многие из них пытаются сохранить обычные вещи. Криминальные авторитеты, украденные во времена предыдущего, скажем так, режима. Они пытаются легализоваться. Я тогда впервые увидел чеченцев, когда этот вышел криминальный авторитет. К нам еще в августе месяце. И мы их увидели. Это пришлые люди. Второй уровень этих людей. Те, которые стали иметь власть. Тщеславие. То есть обычные пороки, которые идут еще и спокон века. Библия как раз это все описывает. Мы такими же остаемся. Но у каждого своя правда. Но истина, где есть Бог, в том, что мы есть Украина. И что бы они ни говорили. Это наша территория. Юрий, скажите только вкратко, если можно. Украина часто все же выкупает своих сограждан из плена. И последние данные. Излучите нам, пожалуйста, сколько еще наших сограждан. Вот сейчас, на сегодняшний день, хотя бы приблизительная цифра находится в плену. Скажу искренне вам, что позиция государства, позиция президента заключается в том, что мы не продаем и не покупаем наших людей. Это первое. Второе. Когда службы узнают о таких фактах, сразу открываются уголовные дела. А не есть мы берем такие группы бандитов, которые наживаются на страданиях людей. Третий момент. Это важно. То, что если бы мы, не дай бог, пошли на этот соблазн, то стали бы те люди или нелюди вылавливать обычных прохожих в Донецке. Но для нас они все наши, и мы бы их бы забирали. Поэтому мы никогда не пойдем на такие отношения. Люди ценны в том, что их жизнь бесценна. И баркова не будет. По поводу последней ситуации. Ну хорошо, а вот у меня вопрос ко всем, простите. У нас есть, скажем так, один человек пленный в особом статусе. Я имею в виду Надежду Савченко. А вот кто скажет, как все-таки добиться ее освобождения? Я могу в конце сказать. Ну, если, может быть, ты можешь сказать с политикой. Да, это надзвучайно сложное вопрос. И наиболее в нем это, что Российская Федерация не ставит жизнь этой человеку, я даже не говорю уже про здоровье, вообще ни в что. То, что ее долей фактически начали торговать, ради того, чтобы снять санкции с Россией, это как раз была наиболее такая демонстрация цинизма. То есть променять одну людину на санкции про государство. И мы теперь побачили, и вы свек побачили, почему Россия держит этих людей. А это не только Надежда Савченко, это и Олег Сенцов, и Кольченко, и другие наши граждане. Они их держат для того, чтобы торговать ними. В политическом смысле, а в материале. Ну, они же вроде не сказали, что, типа, вот, если не будет принято решение, тогда мы, допустим, не было сказано, что освободим. Допустим, делегация. Там в разные моменты лунали найрізноманитнейшие варианты. Они зондували, то есть реакцию, что выйдет, что нет. Но что произошло в Страсбурге? В Страсбурге мы получили документ, который беспрецедентно жорстко квалифицирует действие Российской Федерации. Что Надежда Савченко вкрали, что это порушение международного права, и что ее должны вернуть. И дальше что? А мне кажется, что они просто играют на повышение ставок по принципу. Ах, вы так? Ну, тогда получите еще одно дело. Ну, куда им уже? Она и так находится в их тотальном контроле. Мы ничего тут не можем. А давайте спросим о Надежде Савченко и ее однопартиице. Одну секунду. Мне сейчас коллеги подсказывают, что у нас есть связь с Вашингтоном. Я хотел бы представить американского политолога, известного специалиста по России, Украине, другим постсоветским странам Ариэля Коэна. Он в Вашингтонской студии, на прямой связи, живьем, как говорится. Я знаю, что Ариэль, вот он нам рукой даже машет, как видите, он пришел в студию прямо, что называется, с пылу с жару, с конференции, которую проводила сегодня влиятельная американская исследовательская организация «Атлантический совет», именно по вопросам, связанным с Россией, с Украиной, с этим кризисом. И вот я, во-первых, приветствую Ариэль, а во-вторых, первый вопрос хочу задать. Дуже приемно. Мне вот лично приходилось читать в американской прессе и слышать от американских политиков и политологов такое мнение, что вот все-таки санкции контрпродуктивны, что все-таки надо вернуться к тому, что называется «business as usual». Вот на этой конференции сегодня, и вообще вот, общаясь в вашингтонских политических кругах, вот какое у вас ощущение складывается? С вашингтонским обкомом. С вашингтонским обкомом, да. Какие там в кулуарах вашингтонского обкома настроения? Все-таки этот тренд замириться с Россией, не раздражать Путина, а то он, бог его знает, там ядерную войну развяжет. Он усиливается или он ослабевает? Давайте начнем с того, что большинство американцев и большинство в вашингтонской тусовке, это же не по-настоящему, это же не обком, это же не организация вертикально структурированная, это некий субстрат, который варится в своем соку, да. И там есть свои интриги, свои конфликты, поэтому нельзя говорить о единстве. Но и демократы, и республиканцы в своем огромном большинстве сегодня выступают за санкции и за их ужесточение. А вот насколько... Есть меньшинство небольшое, я объясню сейчас, есть небольшое меньшинство так называемых людей из школы реал-политик. Вот если вы вспомните старика Киссинджера, то вы поймете, о чем я говорю. Это люди, которые всегда хотят договариваться. И вот они говорят о том, что, может быть, можно гайки перетянуть и сорвать шайбу. Вот это меньшинство, которое выступает за, может быть, не отмену санкций, но, по крайней мере, за диалог с Москвой и за то, чтобы дать, как я это называю, как я это писал сам, дать медведю слезть с того дерева, на которое медведь забрался. Но пока что медведь с этого дерева не хочет слезать. Ему там хорошо. У меня следующий вопрос, Ариэль. Скажите, пожалуйста, а вот насколько реально все-таки предоставление значительно большей помощи Соединенными Штатами Украине? Особенно с учетом изоляционистских тенденций в американской политической жизни. Украина, где это, что это, это так далеко, это так непонятно. И в особенности предоставление военной помощи, за которую ратуют там Маккейн, Жизинский, Коркер и многие другие американские политики. Ждать ли этого здесь? Ждать, надеяться и с точки зрения Украины бороться за это, конечно, нужно. Другое дело, как это делается и кем это делается. Я бы сказал, что на уровне контактов между правительствами это делается. На уровне общественного мнения это делается мало. Ну, что-то делает громада, что-то она не делает, что-то она делает хорошо, что-то она делает не очень хорошо. То есть, по сравнению с другими отмобилизованными этническими общинами, украинцы в Вашингтоне это небольшая сила. Не по сравнению с армянами, не по сравнению с греками, не по сравнению с Израилем. Тут еще много есть над чем поработать, если хотят. Но, как правило, не хотят и хотят все на халяву. И на халяву очень плохо получается. Теперь то, что касается военной помощи. Я сейчас был в комнате с высокопоставленным чиновником Белого дома, который отвечает за это направление, отвечает за базар. И чиновник сказал, мы не хотим эскалации, потому что, если она произойдет, Москва может этот процесс эскалации в ней играть доминантную роль, пробить коридор в Крым, сказал он, или послать танки на Киев. Естественно, что Америка этого не хочет. Америка хочет, чтобы Украина оставалась как можно более территориально целостной и успешной, как он сказал, этот чиновник. В переводе с бюрократического американского на русский администрация Обама будет всячески осторожно подходить к вопросу о помощи оружия. Помогать Украине они будут, но они будут бояться, чтобы процесс не вышел из-под контроля, и чтобы, не дай бог, не было ядерной войны. Я надеюсь, что россияне тоже не хотят, чтобы была ядерная война. Ну хорошо, вот, а у меня такой вопрос. Опять-таки, не праздник. Потому что мне тоже в разговорах с западными, в том числе с американскими политиками, политологами, журналистами, приходится слышать, не будет реформ, или будут непопулярные, какие-то непонятные западу решения. Ребята, пеняйте на себя. Мы, как говорится, вслепую под вас не подписываемся. И вот, условно говоря, если не будет тех реформ, которые давно продекларированы, но пока идут очень медленно. Или, скажем, будут приниматься такие решения, которые сейчас обсуждаются, мы об этом сегодня будем говорить подробнее потом. готовить с предложением пакет законопроектов, которые будут усиливать давление на средства массовой информации, де-факто введут элементы цензуры, или, скажем, упростят процедуру лишения лицензий телевизионными компаниями, по сути, дело без суда и следствия. Как на это среагируют в Вашингтоне? Ну, Вашингтон, естественно, против цензуры. Вашингтон, естественно, уже объелся выше ушей разными авторитарными действиями на постсоветском пространстве. Я сейчас не хочу называть конкретные страны, потому что с главами некоторых которых, или с бывшими главами этих стран, я в дружеских отношениях. Но не будет хорошо поняты меры по ужесточению контроля над СМИ. С другой стороны, Вашингтон будет давить, и другие столицы, европейские, будут давить, чтобы максимально снизить коррупцию. Все понимают и все говорят о том, что в Украине уровень коррупции по международным показателям даже выше, чем в России, хотя трудно себе подставить коррупцию выше, чем в России. И будут всячески давить на то, чтобы снизили субсидии, в том числе в ТЭКе, и чтобы Украина стала в большей степени независима с точки зрения энергоносителей. это очень важно, так же, как важно, чтобы был бюджет с минимальными дефицитами, и чтобы те параметры, которые задает Международный валютный фонд, выполнялись. Ну что, спасибо большое, Ариэль. Могу только сказать, что в начале марта, если, как говорится, живы все будем, и если нас не закроют, то ждем вас здесь в студии, я знаю, что вы должны быть в Киеве на очередной представительной международной конференции, так что welcome, милости просим сюда. Не телемостом, а живьем, как говорится. Все, спасибо, это был американский политолог Ариэль Зоин, прямого перья из Вашингтона. Я видел, что хотел что-то сказать Вадим Карасев. Да, это был Ариэль Коэрн из Вашингтонского обкома. Я хотел сказать следующее, вот уже и Ариэль Коэрн говорил, и все присутствующие здесь, и из этого разговора вот что выходит, трекий тупик. Почему? Потому что чем больше мы будем втягиваться в войну, тем больше будет войны, и она будет не гибридная, а будет настоящая война. И тогда, не дай бог, и до Третьей мировой дойдет, как говорил товарищ Каплин. Это один. Второй тупик. Чем больше войны, тем меньше реформ. Ну, как можно прожить реформ, когда надо людей мобилизовывать, так сказать, так, предпринимателей мобилизовывать. Чем больше будет войны, будет больше военного настроения в обществе, будет военизация, или хотите, милитаризация общества. Что такое милитаризация общества? Значит, это уже так, друг, враг. И уже, если кто-то не понравился, значит, его что? Подарез. Не понравился, закрыть. Лицензию отнять. Чем меньше побед на фронте, тем больше хочется побед где-нибудь вообще. Да. В СТУ, например. тогда возникает, тогда возникает логика холодной гражданской войны. Потому что рассматривают друг друга не как оппонента, а как врага, которому нужно просто закрыть рот. Вот, мне понравилось, когда представитель Лизву сказал. Нужен диалог. И это наши люди, это наши граждане. Да, заблудшие и так далее. Это наша территория и наши граждане. И надо вести не только войну за территорией, а гражданам нужно идти в войну за граждан. Ну, имеется война не в буквальном, а в фигуральном и буквальном смысле этого слова. Ну, к чему оклоню? Я оклоню к тому, что, если мы видим сегодня, что нет военной победы, так, если мы видим сегодня, что война становится военней. Скажу почему. Потому что сегодня гражданских гибнет больше, нежели военных. Когда гибнут военные, это потери. А когда гибнут гражданские, это жертвы. Значит, когда мы видим... А вы не боитесь, что вас обвинят в поражении? боюсь, а что делать? надо же о чем-то говорить. Понимаете? Я боюсь, что я не боюсь за себя. Я боюсь, что мы потеряем страну, что мы потеряем государственность. Мы потеряем время. Сейчас, Сергей, я завершу мысль. Так вот, к чему я все-таки клоню. Значит, нужно искать сегодня шансы к миру. Война, которую мы вели в 2014 году, она была справедливой. Мы эту войну выиграли. Путин не взял Новороссию, он не взял Одессу, он не пробил коридор Дога, Крыма и так далее. Он получил только вот этот кусок обрубок, осколок бывшего Советского Союза, 30% территории Донбасса. Так, ДНР, Эту войну мы выиграли. Но сегодня эта война становится уже не той войной, которая была в 2014 году. Почему сегодня и с мобилизацией уже не так, как было 11 месяцев назад? Почему? Да потому, что люди не хотят бессмысленно гибнуть. Они готовы положить свою жизнь за Украину. Но ради чего класть свою жизнь, они не знают. Может быть, все-таки пришло время за столом переговоров искать что-то. надо какие-то, наверное, нужно уступки идти. Тоже надо. Или мы будем продолжать класть людей после Донбасса вот тогда. Я хочу, секундочку, я хочу, 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 я хочу. Вот, чтобы вы понимали, за что вы аплодировали. Вы аплодировали за то, чтобы то, что творится сейчас на окупованной Россией Донбассом было тут в Киеве. Було в Киеве, да. Вот за это вы зараз отогналы. Это первое. Другое. Я хочу сказать одну простую. Вы пристёте, Андрей. Знаете, я взволнован. Окей, я хочу сказать, что, шановный пан Вадим, назвать хоть одну відменность. Вы говорите, в 2014 году была справедлива война, а сейчас же нет. Что изменилось? Можливо, российские войска выполнили в Минске домовленостей выше из Украины? Нет. Можливо, Россия отдала аннексованный Крим в Украине? Нет. Можливо, это украинская влада, украинская территория окупировала какую-то территорию России? Нет. Далее тривая окупация. Далее триваются террористичные акты, которые проводят Россия. Далее происходит снижение цивильного населения. Далее идуть наступы российских террористичных войск на наши позиции по всему фронту. Если сейчас мы прекратимем отстойвать нашу землю, значит, это террористичное пекло будет у нас дома. И выхода нет. Не мы эту войну начали. Не мы начали эту войну. Не мы начали эту войну. Я вам хотел сказать, что сегодня вся кремлевская агентура себя проявляет. Вот именно сегодня, когда нужно Украину поставить на колено. Домовляли ся в Минску. Про что домовили ся? Про прекратение в огню, про выведение российских войск. Не выполнено ничего. Сейчас снова хотят домовляться, но посмотрите одну простую речь. За этот час, который произошел после того, как началось прекратение в огню, мы видели по 50, по 100 обстрелов в день нашей территории. Они, поверьте, их задачи, которые сейчас страхом, террором, покажутся знущения над киборгами, чтобы страхом переломить украинское суспільство и мусить пить на то, что хочет от нас Путин. Что хочет от нас Путин по пунктам федерализация, даже без слова федерализация, но фактически распоряжение Украины. Второй пункт, российская мова региональная, то есть законсервировать русификацию половины Украины, сделать не всегда. Третий пункт, не допустить евроинтеграцию, чтобы Украина отмолилась от евроинтеграции и евроатлантической интеграции. И фактически сделать в Украине ситуацию, когда Украина будет марионатковой государственной Кремле. Именно против этого был Майдан. Именно за это погибло небесная сотня, чтобы этого не было. Именно мы объявляем наши солдаты в войну, тысячи солдат погиблинули. За что они погиблинули? Если мы сейчас выйдем и скажем Путин был правый, нужно пойти просто на его умовы. За что тогда была война? За что тогда украинские герои стояли в Донецком аэропорте? Но вы должны сегодня понимать что сегодня происходит не антитеррористичная операция, сегодня происходит наша священная витязная война. И каждый на фронте в пюре на своем месте должны все сделать для того, чтобы наша земля была свободной. Мы не идем против но мы хотим жить в себе дома в доме я сказал всем. И это будет потому что украинские дороги остались с вами. Здорово Украинские Гераслава. Андрей, Сергей, меня перебили, а ну слушай. Теперь вы послушайте. Я не обязан. Ты меня перебил. Я прошу, я маю ответ. Он посреди Украины. И я такой же патриот. Но патриотизм может быть другим. Он должен быть мудрым и умным патриотизмом. Нет. Это хорошо говорить здесь. А вы на фронт пойдете. Вы хлопаете. А когда ваши братья там будут гинути? Без сильно. Что? Не думали про это? Я не говорю, что мы должны пойти на все условия Путяна. А для дипломатия есть? Соби надо дипломаты распасить дипломатов и фенофронт. Для чего дипломатия тогда? Можно же и дипломатично выиграть. Есть дипломатичный фронт. Кто сказал, что на Путяна нужно выполнить все Путяна выполнение? Я не сказал. Я сказал, нужно слушать, усвоить свои интересы и переговорить. Потому что все сейчас воювать хотят. А когда прийдет, то можно сыграть на понижение градуса? Подожди, ты не можешь один говорить. Закинчите эту программу. Я бы сыграл редкий случай на понижение градуса. Поскольку у нас было включение из Америки, то там был один правильный деятель Бжезинский, он сказал, Россия это лишняя страна. Что имелось в виду? Это очень важно в контексте нашего разговора. На самом деле Путин когда он мы должны это помнить когда он всю эту хрень затевал он же категорически не хотел стать всемирным мудаком. Ведь не было такого плана. То есть мы ему поломали план А. Это да. Теперь что касается плана Б. жестко по Бжезинскому. У нас уже была такая ситуация. Помните Кеннеди Хрущев? Я о повышении, о ставках на повышение. Так вот на самом деле мы уже прошли ставки на повышение. На самом деле нам надо спокойно понимать, что время работает на нас. В чем разница между Путиным и Западом? Путин строит страну мерзавцев и в этом преуспел. Запад строит законопослушное общество, где работают законы и не берут взятки. Поэтому всегда мы должны понимать, чью позицию мы должны строить здесь у себя, о чем говорил Каплин. То есть мы должны прежде всего понимать, что мы должны строить систему у нас проевропейскую западную, то есть без взяток и без мерзавцев. Во-вторых, мы должны выдержать, потому что средняя продолжительность жизни россиянина 62 года. Верим, надеемся, ждем Путину 62. Геронтологический фактор работает на нас. Поэтому если даже Паярков призывает к спокойствию и выдержке, то есть нам надо без эмоций, без эмоций понимать, что мы победим безальтернативно и спокойно решать, как мы победим. И я согласен. Господин Паярков, спасибо, вы градус, по имени, не говорите. Извините, спасибо. Я же Алене Штрум скажу. Алена Штрум, народный депутат от фарфа Бакхищина. Действительно, ну по-перше, я категорично не согласна с паном Кирисьовым, я понимаю, что он пытается нас провокировать, поэтому буду спокойно пытаться говорить. Война уже у нас тут. И то, что мы этого не понимаем, это наша большая беда. Война уже в Украине. Я сейчас вернулась из Днепропетровска. В Днепропетровску это понимают трошки больше, потому что у них больше переселенцев, потому что больше загиблих, потому что ближе до лініи фронту. Война уже тут, мы уже втрачаем наших друзей, мы уже втрачаем наших родичей. Вы сказали, что войну... Я цитую вас, пана Кирисьов, ну, пожалуйста, я вас цитую, я записала, легко начать войну, тяжело ее закончить. Войну уже начали, и начали не мы. И мы не сможем закончить войну, если ее начали кто-то другой, и он не хочет домовляться. Черчилль в таком случае в 1939 году сказал, что войны не закончатся, когда ты отступаешь и сдаешься. Никто не будет переговоры на наиболее точку. Продолжим после рекламы. Спасибо. Спасибо большое за аплодисменты. Мы продолжаем программу. Редакция подробностей предоставляет очередной, первый в этом году выпуск ток-шоу, политического ток-шоу «Черное зеркало». Мы продолжаем разговор, который мы начали в предыдущей части программы. Как я обещал, мы сейчас поговорим о проблемах, связанных с, возможно, предстоящими нам попытками со стороны власти, со стороны определенной части депутатского корпуса, провести через Верховный Совет, через Верховную Раду целый пакет законов, который, как я уже говорил, в самом начале может негативным образом сказаться на состоянии свободы печати в Украине. Речь идет о целых трех законах, они могут быть уже рассмотрены, во всяком случае, в первом чтении в ближайший вторник, 3 февраля. Я бы предоставил слово члену профильного комитета Ольге Черваковой. Чуть подробнее можете рассказать? Да. О каких законах идет речь? Доброго вечера. Ну, насправді, найбільші конфликтні, духливі дискусії викликали два законопроекти. Первый, щодо посилення функцій і державного контроля з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення. І другий, стосовно участі іноземних осіб у долі власності телетаналів. Що стосується першого, там фактично міститься норма, яка дозволить Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення призупиняти ліцензію телетаналів за будь-які порушення без рішення суду. А потім вони мусять подати до суду, потім суд має розглянути і потім вже вирішувати, чи аннулювати ліцензію, чи ні. Це те, що викликало досить... А ви розумієте, що таке приостановити деятельність телекомпанії і любого средства масової інтернації на срок до шести місяців. Це означає, що в один момент може бути з'явитися на тому місці вашого, чи іншого, не дай Боже, також, каналу, замість цього каналу може виникнути чорний екран смертки. Хоча, извині, сразу дуже важне уточнення. А що буде являться нарушенням? Хто буде вирішувати, що є нарушенням, а що нет? Де це прописано? В Україні, насправді, є регулятор, НАЦРАДА з питань телебачення і радіомовлення, і вона вирішує, чи є порушення, чи ні. Я була на засіданні НАЦРАДи 15 січня, де розглядалися питання по цих славно, стачіше сумно, звісних, показах російських телезірок в новорічну ніч. І там були представники не тільки телеканалу Інтер, там були представники СТБ України, і один плюс один до кожного з них були питання в членів НАЦРАДи з телебачення і радіомовлення. І, власне, через це виникла така ідея посилити функції НАЦРАДи, щоб вони не просто могли викликати якби накилим цих керівників каналів, а щоб вони могли зразу приймати рішення стосовно того, що от якщо вони побачили порушення, то вони мусять якось відреагувати і якби вчиняти такі певні дії. Це перша історія. А це можна законом зробити, да? Посилання функції НАЦРАДи, чи я? Це зміна до закона протилобачення радіомовлення. Зрозуміло. Ну, вот, обратити внимание, уважаємі колеги, гости, уважаємі зрители, вот, результаты голосування, которые ми устроили на сайте подробності. Чем закончиться атака на свободу слова в Україні? І вот, варианты ответов, которые мы предложили, извините, більше чотирьох там просто не помещається на сайте. Запад відвернеться. Більше всего підтримували такой вариант ответа. Це то, о чому говорили в предыдущій части программи Риэль Коїн, і я к этому ще раз вернусь, буквально чуть позже. Будет, как в России, провал реформ, Новый Майдан. Кстати, вот насчет того, что это будет, как в России, это, как бы, не шутка. Это на самом деле так. Так в этом не цель Путина. В этом не цель Путина. Пять секундочку. Мы зеркально, зеркально делали то, что делается в России. Закон номер 1768 о внесении изменений в закон о средствах массовой информации, который запрещает иностранным акционерам, юридическим и физическим лицам владеть украинскими средствами массовой информации, телеканалами, он практически зеркальным образом, мои коллеги, наверное, могут это показать, мы подготовили просто, практически зеркальным образом повторяет федеральный закон Российской Федерации о внесении изменений тоже в российский же закон о средствах массовой информации, который также запрещает иностранным, юридическим и физическим лицам быть учредителями средствами массовой информации, а также владеть долей более 20%. И правда, надо отдать должное российским законодателям, они по крайней мере предусмотрели переходный период, то есть, условно говоря, дали год для того, чтобы российские средства массовой информации, которые находятся в руках у иностранцев, могли бы как-то эту проблему разрулить. Ну, а, грубо говоря, если говорить, предположим, об Интере, да, действительно, у Интера есть с момента основания 29% акций принадлежит российскому первому каналу, раньше это было ОРТ. И, поверьте мне, господин Путин сейчас сидит, руки потирает и ждет того, как эта штука сработает, как мина замедленного действия. Потому что, ну, а как их заставить? Продать? Уйти? Выйти? Евгений, давайте важный момент сразу сакцентируем на том, что всех авторов трех законопроектов мы несколько дней Высоцкого, Денисенко, Левуса, Величковича, мы звали на эфир, к сожалению, получили отказ. Мы хотели услышать из первых уст, чем руководствовались люди, которые прописывали эти нормы. Ну, Евгений Алексеевич, это вы вот сейчас сказали уже о втором. Прийти они не согласились, возможно, они сейчас хотят присоединиться хотя бы по телефону, мы будем рады. Да ради Бога, мы всегда выведем в прямой эфир. Ну, там еще есть в первом законопроекте стосовно Насради такая тоже достаточно дискуссийная норма, которая относится забороне фактично на показ людей, которые есть персонами нон-грата в Украине. Ну, я так перекладаю на доступную мову эту норму, но дискуссийная эта норма на самом деле потому, что в Украине нет реестра этих персон нон-грата. СБУ не дает такого реестру. И фактично на том заседании Насради, которое происходило в середине сечня, члени Насради насправді намагались закликать телеканалы до саморегуляции, до того, чтобы самі модельщики вырешивали, чи вважают вони моральным показувати тих чи інших персон в своєму ефірі. И фактично така джентльменская це ми ми можем посчитати насправді 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 послухи мене дайте мене свои 5 копеїв ставити. ви понимаєте, вопрос имеет несколько разных сторон. Я, коли включаю телевізор на любом там украинском канале і вижу, це на многих каналах є, що йде какой-то серіал. він по сути своєй, можливо, і не антиукраїнський, він просто розказує там о героїческих буднях якогось російського спецназу. Но понимає, що цей російський спецназ переодетий, зараз воюєт на Востоке, я це вижу, мене коробить. На первое желання там выключить. Но з другой сторони, я понимаю, що а че будуть вместо этого показывати? А че буде... Так сложилось... Смотрите, у нас вже вынесено одно предупреждення Насрада уже вынесла одно предупреждення каналу TVI за то, що вони показали какую-то річ Путина, і тут я категорически... Еспресо, еспресо, еспресо. Спасибо, що поправили. Я помню, коли була війна с Іраком, я как раз был в Америке. Я был в Америке, і знаєте, що все американські канали до единого показали в прямом ефирі річ Саддама Хусейна. Потому, що американцам було ж интересно, що скажет чоловік, с которым ми воюєм. Якщо наша НАЦРАДА считає, що в Америке не розбираються в демократії і в свобода телевидения, вони молодці. У нас був дуже класний пункт про те, що я не хочу, щоб було, як в Росії. Позвонив мене якось з Росії, якщо помните, біглый депутат Марков. Я не знав, нахрена вони це роблять? Звонят депутат і кажуть, а як я смотрелся? Я вперві за 8 лет посмотрел российський канал. Слушайте, це не просто щеплення від Росії. Я увидел на российському каналі уровень дискуссій. Там 2 полярні точки зрения. Полярні, там 2 полюса. Первая полярна точка зрения. Одні говорят, мы любим Путина до потери пульса. Ми считаємо, що його зад надо велицвати сначала круговими движениями, потім гіагональними, потім по вертикали, і дальше ми хаотично циву не залишаємо. Але є противоположна точка зрения на российському телевиді, абсолютно відвичаючася від этой. вони кажуть, вони перві, вони лгуны, негодяи. Вони імитирують оргазм любви к России. Потому що настоящий поглобник Путина, велиця виявляє його задницю, обязан проникати якщо в прямую кишку. Ви це вовремя відповідальні. Сергей, прекрасно восхіднення споджитнення було нещо сподоблення. Сергей, давайте чуть-чуть серьезно. Ви це є опасність, оправдавати тем, що в нас війна, що у нас якісь серьезні проблеми, почати просто подрезати кому-то язвачу. Я вам скажу честно, на себе. Я перестав послідне досвідно смотреть Пятый канал. Почему? Нет, я ни в коем случае не обвиняю Порошенко в том, що він як-то корректирує. Просто я хочу, щоб канал был нейтральним. Я його не обижаю, я категорически желаю ему успіху. Но, при том, что, ну, пусть он как Берлускони свят, но, я хочу, щоб информация была не такой, как в России. Я всегда смотрю несколько каналів, в том числе Интер. И если, ну, в конце концов, на Интере, да, действительно показали Кобзона, есть на каждом канале, понимаете, право на ошибку какого-то редактора. Но она могла быть, ну, не выспалась, ну, с бадуна, ну, там, критические дни, и парень ушел. Она могла что-то провтыкать, но наказывать за это канал лишать лицензии нельзя, поэтому... Как не за это? Я бы не за это не за это. Наверное, есть европейские, американские, жесткие критерии того, как это делать. Я умоляю наших депутатов, не изобретайте велосипеды. Пока что взяли российские критерии. Сережа, а знаешь, не надо российские, надо европейские. А знаешь, почему в Америке не боятся показывать? Знаешь, почему? Потому что к гражданам относятся, а у нас с телезрителем а также с телезрителем тоже остались как взрослые люди. То есть, как же запрещают все поднимают руки в знецах. Знание этого закону в зал Верховной Ради и его регистрация и его можливый розгляд отображает неимоверную, цинечную неповагу авторам до всех тех, кто смотрит телевизор. Потому что авторы считают, что украинцев бидло, что украинцев можно навязать какую-то позицию, что украинцев можно показать 10 секунд как любит Сергей выражаться херни, и они изменят свою позицию, и они начнут любить Путіна, и они начнут любить Россию, и перестанут хотеть воювать. Я хотел сказать, Вадим, что украинцев все меньше и меньше украинцев хочет воювать. Не потому, что спадает патриотичный дух, а потому, что бывают такие прецеденты, когда у Полтавской области, не перебивайте, в Миргороде хоронят бойца, героя Украины, а через 100 км в Укрименчуце у тихо хвилини хапают начальника следствия местной податковой на хабаре 500 тысяч гривен. А у меня вопрос, а сколько из этих 500 тысяч гривен, которые он брал каждый по 3-4 разы, предназначался министром доходов и сборей, а тот передавал премьеру. Найгурший, останний, останний, найгурший солдат в всей стране это премьер. Потому, что за останний рік ничего за две каденции не было сделано. Гуляет коррупция больше, чем гуляла при Януковиче и сейчас гуляет в России. Схемы на Укрзалізлицы остаются, на Укрпошли остаются, главы администрации областного воздействия грошей. Кто является инициатором этих поправок, а смелюсь заведеть? В основном депутаты от народного фронта, которым возможно не нравятся такие речи, которые у нас в эфире бывают. А теперь вопрос, для чего вносить этот документ? Очень просто. Чтобы про эти півмиллиона гривен хабаря не знали миллионы украинцев, чтобы про ошибки премьера и министров не знали украинцев, чтобы было три кнопки, как раньше при Радянском Союзе, через которые показывали, что у нас все хорошо, что у нас рост экономики и так далее. Не будет этого никогда. Не будет. На украинском телеканале говорить правду, на украинском телеканале говорить много и премьер-міністр Украины, вси вице-премьери, главы Севера и члены сельских рад будут знати. За помилки будут ответить, потому что люди знатут про эти помилки. За корруху будут шматить на шматки и выжать на улицах, потому что люди Это инструмент правды, телеканалы, какие бы они ни были, кто бы сегодня не был властниками. Это векно в Европу, вот это четырекутное веконце в Европу, там, где есть справедливость, где человек может видеть, что в стране происходит. Мы с вами не допустим этого. Можно слово? Просто здесь мы говорим на эту тему, я просто позволю себе, как человек, который на Интере работает уже давно, еще со времен президента Ющенко, с 2009 года, просто для справки. Хотите, верьте, хотите, не верьте. За все это время представителям вот этого самого злополучного российского акционера раз в год на собрании акционеров бывал скромный молодой человек, что называется, без лица, адвокат, юрист, который приезжал с доверенностью от руководства российского Первого канала, ни по каким вопросам, ни в какие дискуссии не вступал, по всем поставленным на повестку дня голосования вопросам, обычно либо поддерживал общую точку зрения, либо воздерживался. И на этом все. Никакого сотрудничества, никакого информационного обмена, никакого вмешательства в программную политику, никакого вмешательства в редакционную политику, тем более. Все, кто работает на Интере, я думаю, это могут подтвердить, хотя, конечно, наше слово может быть проигнорировано. Пожалуйста, Андрей. Извините, Андрей, праздни богу, я обещал Алене. Я обещал Алене, потом вы. Очень быстро, я скажу реплику, дякую, с приводу телеканалу. Я помню, до речи, всю дискуссию, я думаю, что вы так же помните, когда создалось Министерство информации. У нас была приблизительно такая самая речь. Нас вмобляв пан Теть, приблизительно години-дві на фракции, что нужно создать Министерство, чтобы была информационная политика, чтобы он смотрелся как раз за такими вещами, которые мы не хотим видеть. А мы действительно не хотим, возможно, видеть Кобзона в новоречную ночь на Интере, при всей повазе до вас. И вопрос в том, что мы создали Министерство информации, у него есть отдельные важные влияния. Я не верю, что у прокуратуры сейчас нет возможности разобраться, например, и закрыть газету Вести, если там есть заклики до сепаратизма. Я не верю, что нет сейчас повноважений у других органов проконтролировать или вынести до ГАНа, например, канал, если канал порушает что-то. Алена, какая еще проблема? Какие-то есть, но такой нахреный кусок на сегодняшний день, как телеканал, например, Интер. Дивіться, я про Интер не маю ничего против, я ж ходу до вас с удовольствием, дякую. Дивіться, я не верю, когда говорят, что нужно плодить новые законы, потому что нет повноважений, нет возможностей, и нет у нас вообще никаких важных, это неправда. У президента есть важные влияния, у национальной Ради есть важные влияния. Мы создали целое Министерство, выделили деньги из бюджета. Я хочу побачити работу пана Стеця, работа пана Стеця в нашей державе. Я могу сказать, есть работа пана Стеця, послушайте, есть. Я один раз в микроскоп увидел работу пана Стеця. На канале, не буду называть канал, дай ему Бог здоровья. Слушай, давайте на пана Стеця не наезжать, но мы его не звали в эфир. У нас пришла информация официально на канале о том, что у украинцев мужское достоинство больше, чем у всех остальных. Вот это единственный результат. Мы действительно с приходом Стеця гордимся каждый раз. Я вас уважаю, я вас уважаю, это ниже пояса. Увести диалог в другую абсолютно сторону. Знаете, откуда пошло выражение ниже пояса? Это именно от разговоров на такую тему. Андрей. Шановные участники передачи, вы знаете, можно много говорить про сутность информационной политики в час войны. Я хочу сказать несколько примеров. Вот в селище Пески, так, сегодня это передовый рубеж нашей обороны. Вот чтобы было зрозумяло, в селище Пески украинских телеканалов нема. Там только российские. То есть мы можем считать, что украинские глядящи все равно найдут какую-то возможность, зайдут в интернет, найдут объективную информацию, но факт информационной войны с боку России, он безоперечен. Это не только там, между прочим. Не только там. Я как приклад такой красномовный. Это доступный момент. То есть мы хотим, чтобы эти люди, наши граждане, они мали объективную информацию про то, что происходит в Украине, а на том, что они слышат брикню от российского телевидения. И это не нормальная ситуация. И действительно, этим должна заниматься государство. Наступный момент. Например, европейское наше співтовариство. На жаль, но мы должны признать, что довольно много людей в Европе, особенно среди европейских граждан, они не имеют такой, скажем, великой ненависти или противности до России. И великой мировой это через то, что Россия вкладывает величезные суммы в свою пропаганду через англомовные и другие засоби массовой информации. И когда приезжает человек в Европу, она может смотреть Russia Today, а украинского какого-то аналога, на жаль, нет. И это тоже вопрос государства, которая должна заниматься этим. И еще один момент. Мы можем, конечно, комплементарно говорить, и людям это понравится, они будут оплатить, что все все понимают, пропаганда не подходит, а и так далее. На жаль, пропаганда действует. Хочем мы этого, не хочем. Она бывает разная. Для российского внутреннего рынка это одна пропаганда. Тут в Украине это немного другая пропаганда, которая рассчитана немного на другую аудиторию, но это так же пропаганда. И тут я действительно считаю, что государство должна серьезно заниматься этими вопросами. Если есть газеты, есть средства массовой информации, которые отверто, цинительно пропагают ворожу абсолютно в Украине агитацию, они должны нести за это ответственность, согласно чинного законодательства. Андрей, правильно, правильно, правильно. Я считаю, что если говорят, что там на фронте, возможно, мы не можем сегодня отримать оттут и негайно повну перемогу, потому что есть объективные военные моменты. То тут, как раз, в тилу, это исключено вопрос политической воли. Генпрокуратура, СБУ, занимайтесь. Займайтесь тем, чтобы сегодня, Министерство информации, занимайтесь тем, чтобы ворожая пропаганда в Украине не пришла. Давайте дадим слово военному корреспонденту подробности, Ирине Баглай. Она чаще всех нас бывает на линии фронта и общается с местными жителями, и в Песках была неоднократно. Да, и она еще, кроме того, подписала письмо наших фронтовых корреспондентов, которые, что называется, не вылезают из зоны АТО, к одному из авторов одного из этих законопроектов, Викторию Тюмар. Почему вы не услышали? Ну, я, например, не услышала ответа. Ну, ответ был, но, на мой взгляд, он был неубедителен. Я вообще не увидела ответа. Объясню почему. Потому что, ну, подобные законопроекты я работала в свое время и в парламенте тоже, да. Нужен предмет, основание, для чего принимается очередной закон, которых у нас уже, ну, столько принято. И механизм исполнения. Так вот, как военные корреспонденты мы бы хотели услышать от авторов причину, основание. Я, мне не стыдно ни за один материал. Я считаю себя патриотом и считаю, что мои коллеги тоже патриоты. И только, ну, это мы, я не считаю, что мы герои, находясь там. Мы делаем свою работу и имеем честь находиться с героями рядом. Так вот, каковы основания были, кроме 29%, о которых, честно говоря, вот сейчас мы и узнали. Потому что ни разу я не чувствовала, как говорят, рука Кремля в своей работе прикосновения этой руки. Более того, доредактирования я не ощущала. Потому что нам доверяют, и самое главное доверие это военных. И вот сейчас такими законопроектами, такими заявлениями, все же понимают, против какого канала идет война, просто там провоцируется травля. Люди подхватывают вот этот фаз, не разбираясь даже в деталях. Я бы хотела услышать, в каком конкретно, в Верховной Раде, чтобы депутаты сказали, в каком конкретном материале была пропаганда российская. Мы не позволяем даже себе называть боевиков ополченцами. Мы боевиками-то их редко называем, если честно. Это террористы, которые воюют на Востоке при помощи Российской Федерации. Вот. Это, я воспринимаю это как оскорбление нашей работы. То есть, все, что мы делали до этого, просто нивелируется и просто перечеркивается. И то, что вы сегодня говорили про население, про людей, которые находятся на украинской территории, их обстреливают. Вот очень важный вопрос. Почему Верховная Рада, почему правительство не занимается тем, чтобы они смотрели украинские каналы? Я помню, когда я была в Луганске в мае месяце. И когда за углом, прячась, люди говорили, пожалуйста, делайте что-то. Это зомбирование. Мы хотим смотреть наши каналы под страхом того, что их могут... Это было в тылу врага. Но они хотели смотреть. И чтобы не терять вот этих людей, этих украинцев, сейчас мне звонят из Авдеевки, из Песок. Люди, которые говорят, у нас нет милиции, у нас нет мэра, у нас нет никакой помощи правительства. Мы сидим без денег. Помогите нас обстреливать. Помогите с транспортом. Кому бежать? Может быть, вот заняться скорее этим, а не травлей именно журналистов. Ведь вы же понимаете, что травят именно журналистов. У меня маленькое дополнение. Нас смотрят не только в Украине, Сергей, вот вы говорили о международном вещании. Интервью смотрят, пожалуйста. Интервью смотрят по всему миру в Европе тоже. Можно заняться... Можно заняться еще... Знаете чем? Можно заняться конкретным питанием. А чему премьер-министр Украины? Вместо того, чтобы завантажить шахты на заходе Украины, на украинском, західноукраинском Донбассе, купить электроэнергию за кордоном у россиян. Чему пришли, я привив шахтарів до премьер-министра прямо в кабинет? Сколько дней в том, чтобы задать просте вопрос. Для чего за валюту финансировать российский бюджет, а соответственно российскую армию, и без работы залишите десятки тысяч гюрників на Західній Украине, которые звезды приехали пикетовать ДАК військовый час, а не пикетовать премьера? Может, мы рассмотрим изменения к закону и повернемо пильги нашим пенсионерам, инвалидам, чорнобильцям, афганцям? И скоротим на видатки на утримання кабинету министрів, а не будем в саємному режимі удвічі піднімати витрати на Верховну Раду. До речі, я хочу попросити вашої підтримки. Я завтра, в понеділок, реєструю законопроект про зменшення кількості народних депутатів із 450 до старт. Я буду звертатися... Я хочу вам сказати, що Сергій Каплін виграє округ, який навіть буде складатися із двох областей. І ви виграєте, і мій колега виграє округ, я не виграю округ, тому що в мене немає грошей. Чому? Тому що треба вибрати тих людей, які будуть у вас на долоні, якого ви знаєте в обличчя. Бо я третини депутатів, які у нас працюють в Верховній Раді, та від не знаю. Вони на вулиці приходять і кажуть привіт, як справи. А я їх не знаю. Одну секундочку. Колеги, друзі, гості, зрители дорогі. Ви трапили в п'ять разів, чи всім зробити? Я хочу просто извинитися. Я вижу, як піднімають руки і Олександра Харебіна, і Олександра Красавицька, і ви, Оля. Но у нас сейчас особий момент в програмі. І позвольте мене там некоторе предисловие сделать. Ви понимаєте, я вспомінаю, ми все сейчас видим, во що превратились государственні і квази-государственні средства массовой информации России. Іх вже нельзя назвати средствами массовой информации. Це жутке какое-то чудовище, средства массовой пропаганди, промывання мозгов, одурачивання людей, зомбування, да? Ви понимаєте, і на этом в значительній степені построен нынешній правящий режим. Вот це система, основа этого режима. Але я вспомінаю, з чого все начиналось. Це було 15 років назад. Це було весною 2000 років, коли Путін тільки присягу, як президент России, і заступив на свій перший президентський срок. Знаєте, що він зробив? В перший свій рабочий день. В перший свій рабочий день Путін наслал до зубов вооружений отряд ФСБшників на НТВ. І, кстати, тоді, на самом деле, дуже багато люди говорили, що... Ну, знаєте, це історія про те, як... Чечня. Ну, не, да, було Чечня, було... Тоже війна. Контралістічна операція. Кто-то говорив, що, послушайте, треба ограничити вліяние олигархів, крупних собственників средств массовой інформції на общественне мнение. Кто-то говорив, треба учесть інтереси міноритарних акціонерів. Кто-то говорив, що треба оградити общество від непроверенной інформції, дезінформации, которая распространяється спеціально. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. І вот, к сожалению, я должен сказати, що дуже багато люди просто промолчали. Либеральні, демократично настроєнні політики, реформатори в этот хор голосів включились. Вот, например, Альфред Кох, популярніший антипутинський блогер, который блестящий текст пишет из своей германской іммиграції, потому що він вынуждений был просто уехати в іммиграцію. От Путина камня на камня не оставляй. Но, к сожалению, был активним участником операции по захвату НТВ і фактично передачі його под контроль государства. Дело прошлое. Я, например, к нему претензий не маю. Просто привожу эту историю как пример. І вот, эта история про то, що, знаєте, очень часто із искренних побуждений люди там пытаются в этот процесс включитися. А давайте че-нибудь поправим в средствах массовой информации. А в результате получается совсем не то, що хотели. і люди, які в цьому участвовали, к сожалению, про них, можна сказати, благими намерениями вимушена дорога в рай. Очень баги вот эти политики, о которых я говорил, сегодня в оппозиции больше того к средствам массовой информации доступа не имеют. Как Михаил Касьянов, бывший премьер-министр, как Борис Немцов, который сейчас с нами на связи из Москвы. Борис Ефимович, слышите нас? Отлично слышно. Добрый вечер. Слышали, что я сейчас в эфире говорил? Внимательно слушал каждое слово. Поспорите или согласитесь? Да, а что спорить-то? Ну, смотрите, в принципе, главный разговор, который вел Путин и ведет до сих пор, это то, что надо пожертвовать свободой информации ради безопасности, чтобы, не дай бог, вот, какие-нибудь негодяи, подлецы, предатели, враги России не сказали ничего лишнего и так далее. Но, если вы готовы пожертвовать свободой ради безопасности, то вы теряете и свободу, и безопасность. Что, собственно, у нас сейчас происходит. на днях арестовали. Совершенно верно. То есть, я бы очень хотел, и я очень надеюсь, что украинский народ не будет повторять ошибки наши, российские. Вот вам могут рассказывать нынешние руководители, выбранные, кстати, вполне демократически, могут рассказывать, что в связи с войной, с Россией необходимо навести элементарный информационный порядок, необходимо, чтобы вся нация была консолидирована. И вот такие благие задачи и цели будут ставиться. И очень многие люди, кстати, могут в это поверить, потому что действительно враг воюет, страна находится в состоянии войны, гибнут и украинцы, гибнут и русские, гибнут и мирные жители, и старики, и дети. И, в общем, ради этого давайте-ка введем какую-то такую военную цензуру с тем, чтобы, не дай бог, какие-нибудь проводники идей там развала, сепаратизма и так далее не могли появиться на экранах. Я думаю, что сейчас главное, вот есть такая идея, которая и закрывает вот всю эту возможность свободных СМИ. Так вот, не поддавайтесь на это. Не поддавайтесь. Как только вам заткнут рот, так тут же начнется информационный террор и воровство, которое и так процветает и в России, и в Украине, и вообще на постсоветском пространстве. Надо понимать, что цензура, в первую очередь, на телевидении, это безграничный беспредел чиновников. потому что чиновники начинают воровать и грабить только тогда, когда они знают, что никакой огласки не будет. Чиновники перестают работать только тогда, когда они знают, что... чиновники перестают работать только тогда, когда они знают, что их перестанут критиковать. Поэтому я отлично знаю, что происходило на Интере в новогоднюю ночь. Мне самому было безумно неприятно смотреть на эти физиономии там, на Кобзона, там, Валерия, еще там, Зазманов был, просто, что-то изменяет. Вот, но... Но... Но я вам хочу сказать... Но разговор-то не об этом, Борис Ефимович. Разговор о том, что... Да нет, я в курсе, я в курсе, что не об этом. Я просто хочу вам сказать, что это огромное завоевание украинского народа, что вы не позволили себе промывать мозги. Вот у русского народа уже съели мозг, понимаете? Я должен сказать, что речь не идет, речь даже не идет, вот то, что вы там сказали, пропаганда и так далее. Нет, на самом деле, просто съеден мозг, в стране процветает информационный терроризм, и когда говорят, что братский народ является фашистским народом, да, и в это все больше и больше народу верит, то это означает просто террор против собственного русского народа. Вот, чтобы у вас этого не происходило, вам надо просто защищать грудью и сердцем, я не знаю, всем телом, защищать свободу, в первую очередь, телевидение, потому что народ получает основную информацию с телевидения. Дальше, я знаю, что телеканалы украинские принадлежат разным крупным бизнес-структурам, мне это известно. Главное, чтобы не одной. Вот, когда одна бизнес-структура будет, например, там, Порошенко, или Яценюк, или Финк, или Золомойский, Еценюка пока нет, ему очень хочется, насколько я полагаю. Так я догадываюсь. А Еценюка пока нет, но, видите, я угадал его намерение, он, наверное, счастлив. Вот, я могу сказать, что как только телевидение окажется в руках, пусть самого прекрасного, пусть самого замечательного, пусть самого патриотичного гражданина Украины, как только это случится, вам всем конец. Поэтому, боритесь, не сдавайтесь, сопротивляйтесь, а то, что кто-то мог лохануться, в том числе у вас на канале, ну, с кем не бывает. Слушайте, мы все люди. Теперь, если говорить о России. Борис Эфимович, последний вопрос, как раз в продолжение той темы, которую вы сами подняли. Вот, вы правильно сказали, что когда-то российские средства массовой информации, не только телеканалы, крупнейшие газеты, журналы, принадлежали разным частным собственникам. Некоторых называли олигархами, некоторых очень не любили, у некоторых там, лично у вас с некоторыми были конфликтные отношения, покойный Березовский, например, там, Бусинский, там, Лужков, кто-то еще, кто-то еще. А кому сейчас основная масса средств, массовая информация принадлежит в России, напомните, пожалуйста, или расскажите, вот, нашей аудитории, кто не знает. фамилия человека, которому принадлежит основная масса средств информации. Евгений Алексеевич, слушайте, Евгений Алексеевич, вы что, хотите проверить украинскую аудиторию? Все, кто сейчас в зале, и кто нас смотрит, от вас, хоть что услышать. Все телеканалы, все телеканалы, за исключением телеканала «Дождь», а также телеканалы РБК, где работает моя старшая дочь Жанна, принадлежат Путину, Владимиру Владимировичу. Что вы, разве не знаете об этом? Я думаю, что многие не знают на самом деле. Я думаю, что многие не знают. все телеканалы России, значит, все телеканалы России, первый канал, НТВ, второй канал, пятый канал, РЕН-ТВ, все телеканалы России находятся под тотальным контролем Путина, и этот контроль совсем не тот, когда приезжает юрист-акционер и за что-то там голосует. Ничего подобного. Они, вплоть до того, что можно говорить, что нельзя, допустим, до Минских соглашений 5 сентября надо было говорить украинская фашистская хунта и бандеровцы, а начиная с 5 сентября, вот 6-7, ни на одном телеканале не упоминали про хунту и бандеровцы. Потому что подписали Минские соглашения, и вроде там дело пошло к миру, хотя оно никакого мира не пошло, но тем не менее, вот просто каждое слово согласовывается в Кремле, чтобы вы понимали. Ничего нельзя, сейчас запрещено употреблять слово «кризис». Вы будете смеяться, в России девальвация, в России спад экономический, доходы людей упали больше, чем на 7% в декабре, рубль провалился уже сквозь землю, цены выросли на хлеб за последние 2 месяца на 15-20%. Так вот, ни один ведущий российских телеканалов не может сказать слово «кризис». Это слово запрещено в Кремле. Вы хотите, чтобы у вас такое было? Это же катастрофа полнейшая. Ну, я не знаю, посмотрим. Посмотрим. Господа, поаплодируем Борису Винцову. Борис Евгеньевич, спасибо, что согласились принять участие в нашей программе в прямом эфире. Как говорится, приходите еще, мы возвращаемся в студию здесь, в Киеве. Приглашайте. Запросто. Запросто. Спасибо еще раз. Алена, вы что-то хотели сказать? Спасибо, я коротко хотела сказать. Мы не знаете, что это чудово, и что нам даже посчастливо говорили, что у нас есть дейсно приклад, якому мы знаем, не можно наследовать. И нам можно просто дивиться, что работала Россия, и не повторять этих помилок. Но, фактически, я хотела немного вернуться еще назад и сказать, что вы знаете, вот когда мы говорим... Извините, быстро, а потом мы продолжим. Это, извините, все же, если верить, что это помилка, если это ошибка, а не четко спланированный рейдерский захват. Ну, я все же таки верю, что это помилка, и я бы не сказала, что все депутаты, какие... Авторы, которые ошибаются, приходят на эфир и обсуждают то, в то, во что они верят. Поверьте, мы их очень сильно запитаем в Верховной Раде, и обоверяем, что мы их не приведем. Александру Красовичеву, пожалуйста. Да, ну, Алена, я думаю, что вы поставили точку. Если мы говорим только о наши помилки и о наше минуле, то мы, на жаль, рискуем втратить майбутнее. Поэтому нам нужно говорить и про хорошие речи. И сегодня, например, нужно сказать все же таки про то, что вчера наша делегация, она сделала просто феноменальный крок в парламентской асамблее Ради Европы. И вона, насправді, выборила и просто выгрезла несколько очень важных правок. И мы должны понимать, что в этом информационном вакууме, в котором мы живем не только в Украине, но и в международной политике, и где Россия, фактически, за гроши купляет все информационные возможности, мы должны понимать, что сейчас Европа все же таки сказала, что не можно за шаленые гроши и даже силой купить все. Особенно, когда уже дистали весь мир. Европа сейчас все же таки проголосовала, тяжело, но проголосовала за то, что Путин это агрессия, это государство-агресор, за то, что Надя Савченко должен быть освободена, за то, что Надя Савченко не незаконно утримается, а реально похищена российскими словами или выкрадена Путином. И сейчас мы говорим, что это все же таки была победа нашей украинской делегации. И я, как представитель фракции Батьковщины, хочу подякувать в том числе украинской делегации и секретариату делегации и нашему представительству Пожалуйста, Александр Киросовицкий, издатель, руководитель одного из самых известных и успешных украинских книгоиздательств «Ашфолио». Ну, я хочу сказать, что давайте разберемся, что такое культурный продукт, что такое информационный продукт. Информационный продукт, быстрый информационный продукт, интернет, чуть более медленный информационный продукт и более глубокий, телевидение, еще более глубокий и более медленный, печатные СМИ, и, наконец, книги совсем медленный и более аналитичный, и более глубокий и, возможно, для кого-то имеющий большее воздействие. Все эти четыре продукта в одинаковой степени в военное время являются важными для государства. Весь прошлый год государство думало о том, что, наверное, надо выделять больше денег на армию. Наверное, вот в бюджете этого года этот вопрос решился. Кто-то выделял в прошлом году государственные средства всерьез на перечисленные информационные продукты нет. В этом году, в бюджете этого года 4 миллиона на Министерство информации – это серьезная сумма для информационной борьбы. Я не буду говорить, чем хорошим или плохим является для информационной сферы и Министерства информации. Я говорю о бюджете. Нужны ли особые правила во время войны? Нужны. Есть ли специалисты в каждой из отраслей перечисленных, которые в состоянии вступить в диалог с депутатами? Давайте создадим индустриальный комитет четырех отраслей. Давайте сядем напротив друг друга с законодателями. Давайте поговорим быстро, в течение недели, в течение двух недель. О том, какие нужны правила для каждой из этих отраслей, в том числе касательно ввоза информационного продукта. Какое нужно финансирование, какие нужны льготы и что должно происходить с этим, ну, например, в зоне АТО, что появилась газета какая-то, которую получают люди в тех же Песках, где нет украинского телевидения. Это сложно, это большие деньги? Нет, это маленькие деньги. Давайте посмотрим, что происходило с книжным рынком. Да, мы знаем, что в России печатается много книг, называющихся там, СМЕРШ против бандеровцев, например, или еще что-то. А они завозятся в Украину? Они завозятся в Украину. У нас нет никаких законодательных преград, у нас никаких нет возможностей прекратить это. Да, никаких. Есть, может быть, какие-то страхи тех, кто торгует книгами, но нету совершенно ничего, что ограничивает. А в России, как раз я слышал, вы же мне, по-моему, рассказывали, что не так-то просто, предположим, неправильную, в кавычках, книжку завести, если она не в России. Книжный бизнес очень медленный, поэтому уже сегодня у нас есть обращения и договоренности с рядом российских авторов, достаточно известных, серьезных книг, которых выйдут у нас через месяц, через два, через три, через четыре месяца. Это означает... Вы Сорокина, по-моему, Мы Сорокина издаем уже несколько лет и сейчас как раз на этой неделе вышла книжка «Глокитно-Салу». Да, но я говорю о других авторах, которые хотят издаваться на русском языке здесь, потому что не могут издаваться на русском языке там. А таких много? Ну, по крайней мере, я уже трех назову, когда выйдут книги. Не хочу раньше времени мешать этому процессу. Так вот, я хочу вам сказать, в течение всех этих лет какие-то деньги выделялись на библиотеке, закупки книг для библиотеки. Дадут вам по голове за это люди, которые сочиняют подобные законопроекты? Не патриотическая у вас позиция. Я вам хочу сказать... Вы русских авторов издаете здесь. Например. Не важно там, Сорокин, не Сорокин, ну, маскаль же, а? Книги для библиотек. В тех районах, где вот там близко все к боевым действиям, какие книги попадали в библиотеки? Да, собственно, такого же типа, как я сейчас перечислил. Сколько государства выделяет деньги? За весь прошлый год всего на библиотеке по всем ведомствам, вместе взятым, которые выделяли деньги, это Гостелерадио, Министерство культуры, Министерство образования, именно на литературу для библиотек, я не говорю об учебниках, было выделено аж 500 тысяч долларов. На этот год 700 тысяч долларов, на весь год. Скажите, 700 тысяч долларов, это примерно там 300 тысяч книг на всю страну. Сколько из них можно дать современного информационного продукта, который нужен? О том, что происходило в стране, об украинской истории, об истории того же Донбасса, о судьбах людей, которые погибли в АТО, о судьбах жертв на Майдане. Если нет финансирования, то нет и результата. И здесь волонтерством не обойтись, без государственной машины ничего не получится. Я посчитал, это на одного гражданина Украины получается там что-то меньше одного цента. Я могу вам сказать, что в прошлом году это было где-то 12-13 гривен на одного гражданина. Вот так. Александр Харидов хотел продолжить. Копея. 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 Знаете, очень сложный вопрос, и вы сейчас подняли, потому что борьба между свободой слова и жизнью людей всегда выигрывает жизни людей. Я хочу привести пример европейских норм и правил. Статья 10 Европейской конвенции о свободе слова говорит о том, что в условиях войны и угрозы территориальной целости государства и смертям ограничения на свободу слова приемлемы по европейским правилам. Это во-первых. То есть государство имеет право доступными способами, доступными способами и методами ограничивать свободу слова в стране. Вадим Карасев через месяц признал, что в стране война, в которой идет война. Стоп, стоп. Это первое. Стоп, стоп. Далее. Я не понимаю, почему мы сейчас обсуждаем законопроекты госпожи Сюма и господина Высоцкого два этих законопроектов в контексте... Точнее, я понимаю, но сейчас прокомментирую. Потому что через неделю вы сюда уже не пригласили. Алексей, я знаю. Я сейчас объясню. Законопроекты, на мой взгляд, я считаю, что это ошибка. Я надеюсь, что это ошибка. Стоп. Я надеюсь, что это ошибка. Я надеюсь, а не рейдерство. Объясню, в чем ошибка и почему законы нужны. Украина должна ограничить присутствие российского телевизионного продукта, российского телевизионного продукта, российской пропаганды и агитации в СМИ, распространяемых на территории Украины. Это во-первых. Поэтому законопроект, где госпожа Сюма является соавтором, говорящий о том, что запрет на трансляцию сериала и прочего продукта, пропагандирующего, агитирующего, российские войска, во все... Это книжинского законопроекта. Это книжинского законопроекта. Во всей их ипостаси они адекватны, они правильны. Да, будет проблема с заполнением эфира. Возможно, тогда у телеканалов появится потребность финансировать свои сериалы. Интер финансирует гречанку, прекрасно работает. Рейтинги у вас замечательные. Касательно телеканала Интер, почему это дискуссия? Согласно обсуждаемых законопроектов, телеканал Интер могут на три месяца, не на шесть, отозвать лицензию заблокировать за набор факторов, которые, по мнению НАЦРАДы, будут разжигать национальную рост, агитировать против Украины и поддерживать Российскую Федерацию. Это ключевое. Вы это не делаете. Чего вы боитесь? Это первое. Это первый законопроект. Нет, стоп. Нет, стоп. Я сейчас, стоп. Я сейчас, я вернусь. Второе. В этом же законопроекте речь идет о чем? Почему я вижу? Это ошибка. Любой человек, знакомый с корпоративным правом, знает, что решение в подобных акционерных обществах принимается подавляющим большинством голосов. Ваши 29% не делают погоды по принятию решения акционера. Поэтому обвинения вас в том, что вы российский канал, для меня абсурдны. В принципе. Меня интересует вот вы сказали на три месяца. Там хоть одна акция и все. Я надеюсь, что это ошибка. Я надеюсь, что это ошибка. Меня заинтересовало то, что вы сказали. Есть причины для того, чтобы приостановить лицензию. Три месяца. Это заброны на властность краины-агрессора вот державы-окупанцев. Разве плохо запредить российскую собственность на медиа, которая пропагандирует насилие на угрозу территориальной государства Украины? Это плохо? Когда это стало плохо? Вопрос в том, что это должно, во-первых, регулироваться законом о санкции. А вот теперь дальше. Потому что не медиа является злом. Где методика прекращения лицензии? Где вот эти все вещи? А где перечислено, что нельзя? Вот смотрите, я приезжаю, записываю интервью с человеком. Там никаких вот этих нюансов нет. Там прямой запрет, и все. Там гвалда. А где механизм? Где перечислено то, что нельзя делать? Его там нет. Он должен появиться, и для этого я надеюсь, будет второй. Совершенно корректно. Сначала на фугале, а дальше начали работать. Господа, господа, я прошу прощения. Мы вынуждены прерваться еще на один блок рекламы и продолжим разговор, потому что не хочется комкать его сейчас. Оставайтесь с нами. Еще раз спасибо, друзья, за аплодисменты. У нас молодая, очень активная, эмоциональная аудитория. У нас это в программе «Черное зеркало». Это главное политическое шоу на нашем канале, которое готовит редакция подробностей. Я напомню, что... Еще раз спасибо. Напомню, что мы обещали в заключительной части программы продолжить обсуждение возбудившей всех темы готовящихся законопроектов по вопросам, связанным с ужесточением, скажем так, регулирования рынка средств массовой информации, которые, если они будут приняты в нынешнем виде, в том виде, в котором они представлены, как законопроекты, то государство, государственные органы, в частности, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, получат дополнительные, очень жесткие рычаги, которые могут привести к закрытию средств массовой информации, к временному лишению лицензии. Ну, а для любого средства массовой информации, особенно для телеканала, закрытия, временная приостановка лицензии, там, на три месяца, на шесть месяцев, это все, это конец, это каранты, это смерть. И, кроме того, секунду, Олечка, извините, позвольте мне закончить, кроме того, значит, там важный момент, который непосредственно касается телеканала Интер, где 29% принадлежит российскому телеканалу, первому, бывшему ОРТ, так случилось, потому что когда-то на этой кнопке вообще в Украине в первые годы после независимости продолжал вещать российский канал ОРТ, а потом, когда понадобилось на этом месте создавать новое украинское телевидение, ему предложили остаться в качестве младшего партнера, чтобы не создавать конфликт, вот так это и получилось исторически. Кстати, был еще в России, простите, был еще в Украине один телеканал, где тоже были российские акционеры, российские учредители, на нем работал. Им принадлежало 100%. Им принадлежало 100%. Напомните, Алексей, что это был за телеканал? ТВАй. ТВАй. Канал, на котором, единственный канал, на котором я мог работать, если честно, во времена режима Януковича. Если интересно, я могу кратко рассказать эту историю, она очень интересна. В 2010-м я остался без работы в связи с беспрецедентным давлением, которое оказывалось на СМИ режимом Януковича, Оля и Ира, не дадут мне соврать, я ушел с одного из общенациональных каналов и нашел я пристанище на канале, который 100% принадлежало русскому человеку. Правда, беженцу тогда из России он жил в Лондоне, Константину Коголовскому. И это была такая демократическая вольница, о которой в те времена можно было только мечтать. Ни о каком давлении, ни о какой цензуре и даже самоцензуре не шло и речь. Управлял тогда этим каналом, кстати, господин Кнежицкий, который сейчас является одним из инициаторов этих трех законопроектов. Тогда почему-то его не смущала структура собственности, почему он не задумался сейчас непонятно. Ну, кстати, господин Кнежицкий, хочу отдать должное, этот канал изгубил свое время. С помощью силовых структур, с помощью каких-то договоренностей этот канал перешел неизвестному человеку Альтману. Канал был попросту украден, и это уже доказано Верховным судом Англии. Господину Альтману влепили уголовный приговор. Скажем так, влепили срок, срок влепят скоро еще и другим участникам, потому что судебные дела Верховного суде Англии продолжаются. Сейчас эти люди требуют от нас. Тем не менее, вот один из них, господин Кнежицкий, он в составе авторов этих законопроектов. Я еще раз хочу напомнить, простите, и давайте напомним, что всех авторов мы приглашаем. Авторов мы не всех, может быть, там я не помню всего списка, но мы обзванивали часть этого автора. Высоцкого, который, кстати, очень часто бывал в этой студии, в нашей программе, и его тоже не смущала контура собственной студии. И в предыдущем моем проекте регулярно участвовал, я имею в виду проект «Большая политика», раньше, который был на телеканале «Интер». И не буду сейчас всех перечислять, и до сих пор их ждем. Если не могут приехать, могут позвонить. Слово мы им дадим. Не обязательно сегодня мы можем пригласить и в подробности, и в подробности недели, и через неделю в Черное Зеркало. Пожалуйста, появляйтесь и комментируйте. Хочется услышать их аргументацию. Понимаете, может быть, они что-нибудь говорили, вот вы были на заседании профильного комитета, наверное, Оль, они объясняли, какую-то мотивацию давали? Ну, тут насправді мотивация одна, и вона полягает в том, что, когда в стране война, треба, ну, как бы, закрутить гайки, да, но это, насправді, очень спекулятивная теза, потому что на этой тезе можно закрутить гайки и возвращать голову, кому угодно. А, питание в том, что, насправді, моя коллега, Виктория Сюмар, она очень любит наводить приклад про газету Весті, яка раздається безкоштовно гражданам Украины, и вона каже, что, ну, не можешь быть такой вот российский благодейник, который просто за свои деньги берет и раздает людям газету, очевидно, что мова идет про то, что там промываются низкие украинских граждан, и это абсолютно чистая правда. То, что написано иногда бывает в этой газете, там и заклики до сепаратизма, там и заклики до поваления влади, и заклики до поваления конституционного влада, и что там только нема. Оля, мы все недовольны, а Весті и ныне там, они до сих пор раздаются везде, на каждом углу. что не требуется регулировать окремым законом, потому что может СБУ визнати, что в этой газете містятся заклики до сепаратизма, и эта газета будет таким продуктом, который распространяет заклики до сепаратизма. Далее, эти люди, все, которые бегают и распространяют эту газету, они не будут даже на завтра ее распространять, потому что они будут посевниками тих, кто распространяет заклики до сепаратизма, потому что они будут знать, что они смогут сести за то, что они распространяют эту газету. після завтра в этой газете не будет жодной человек, которая будет ее распространять, а після-після-завтра газета закликается сама. Відповедно, таким чином не нужно створять дополнительных механизмов, которые будут сборивать общество на этой теме. Я хочу сказать, что у нас еще не было такой очень сместной дискуссии по этой теме у фракции, но я тими действиями А на комиссии была? Да, я же рассказываю эти аргументы, которые вилунали основные. Но по фракции наши медийники фракции досить скептично ставляться до этих законопроектов и они принаймні вважают, что если говорить про структуру властности на телеканале, то не можно заборонять быть российским властником або каким-нибудь другим властником. Треба дивиться, какая доля, по-перше. По-друге, даже если мы забороняем, то треба хотя бы прописать переходный период, когда медиа-властники мают телеканали, мают привести эту структуру властности и ответственность до этого нового закону. То есть в законопроекте Висоського даже этого нет. Там закон вступает в силу и все, канал мает просто прекратить существование. Такого не может быть. В соответствии, наша фракция вступает за прозорость медиа-властности. Напоминаю, в российском законе, с которого такое ощущение списан этот закон. Там все все годы прилегают. Я не скажу, что мы не за прозорость медиа-властности. До речи, такий самый законопроект с такой самой назвой зарегистрировал Микола Княжийский про прозорость медиа-властности. Но в усьом має бути какой-то разумный предел. Не можно просто выносить на громадские обоговоры, даже на громадские обоговоры, это тоже не было выносить в зал законопроект, которые могут вызвать такое сбирание медиа-властности. Потому что мы знаем, что делал Янукович, что делал за часы Кучми. Принаймні, чтобы не повторить таких помилок, нужно было бы провести сместовную дискуссию и у фракциях, и сместовное громадское обоговорение, прежде чем настолько контроверсийные тезы выносить в сессийную залу. Я не знаю, чи будет наша фракция поддерживать эти законопроекты, но депутаты медиа-властности я говорила, они мне сказали, что наши депутаты сказали, что без поправок в таком вигляде, в каком они будут за эти проекты голосовать они будут. Так, Олег, я вам обещал дать слово, потому что вы начали с господином Харебином в перерыве спорить, я сказал, что так, давайте этот самый пыл пропережете я на самом деле много участников, я не хочу сейчас действительно с Сашей знаком можем отдельно посмотреть. Важный один аспект, на этой неделе вышел, кстати, малозамеченный, я не знаю, почему это, или самоцензура, или просто действительно много других событий, вышел малозамеченный доклад Freedom House о состоянии свободы в мире, в том числе о состоянии свободы в Украине. Так вот, Украину там, вопреки тому, что мы сами о себе думаем, вопреки Майдану, вопреки всем колоссальным о том, что мы считаем, что это страна, которая очевидный форпоз свободы борется против очевидного авторитарной страны, она признана, причем Дэвидом Креймером, жесточайшим критиком и России, и Януковича, признана частично... Креймер ушел уже, извините, уже больше не работает по пределу, под влиянием Дэвида Креймера, главного специалистского украинства, здесь бывал десятки раз, признана частично свободной страной. Так же, как и Пакистан. Не свободной. Мексика, там Пакистан, и мы частично свободные, то есть там еще несколько стран. Конечно... И экономически не свободны, самое не свободное в Европе экономически. И в том числе, в том числе, там я внимательно читал доклад, там, конечно, есть и претензии к закону иллюстрации, кстати, которые они считают не очень демократичными, там есть, конечно, претензии к правам сексуальных меньшинств и так далее, но в том числе и несовершенная ситуация с свободой слова. Так вот, когда мы говорим, что мы не хотим, чтобы здесь были российские СМИ, наверное, мы же не хотим, знаете, в остров превратиться и только сами себе вариться в собственном соку. Мы бы хотели, чтобы сюда приходили ведущие мировые западные инвесторы, которые работают по каким-то правилам. Так вот, западные инвесторы медиарынка, прежде чем выходить на рынок в том числе, будут смотреть на этот доклад. И если сейчас будет принят вот такого рода закон, мы явно упадем там по рейтингу еще раз, и никто не будет из Запада вкладывать в Украину, и никто на Западе нам не добавит. Я говорю, что в законе страна агрессор написана. Никто не мешает американским, европейским... Я говорю, если, грубо говоря, будет закрыт канал Интер или какой-либо другой канал на основании сомнительного решения, то мы точно опустимся в рейтинге свободы слова, и это будет гораздо худший сигнал, чем любое... Если американцы начнут критиковать реформы, глядишь, и им запретят. Не, ну, на самом деле, это первое. А то, что мы там спорили, я скажу, ну, мое глубокое убеждение, что сейчас общество настолько, ну, как бы, ну, не знаю, надо быть полными идиотами, чтобы посмотреть сериал «Менты» и начать любить Путина. Я действительно согласен, надо было раньше об этом думать и снимать фильмы, и начинать сейчас уже снимать сериалы, пропагандирующие украинскую армию, в силу наших вооруженных сил, в их компетентность. Я не представляю себе, чтобы... Одно дело, одно дело, одно дело, Белая гвардия, Белая гвардия, где действительно очень антиукраинские такие акценты максимально сделаны, а другое дело, сериал про действия российского спецназа на Кавказе. Ну, надо думать, но я, честно говоря, не представляю, каким надо быть идиотом, чтобы это посмотреть и сказать, запишусь-ка я в российский спецназ, поду воевать за... Ну, не представляю. Вы помянули закон иллюстрации... Героизация, героизация преступников, воюющих в Украине. Вот как называется российский спецназ и воюющий в Украине. Вадим, я помню, сейчас... Вадим, я помню, что я вам обещал. Я про всех помню, поверьте мне. Я просто хотел сказать в пандан тому, что говорил Олег Волошин только что, что в том самом докладе Freedom House, который назвал Украину, к сожалению, только частично свободной страной, с этим можно соглашаться, можно не соглашаться, но тем не менее, маемо шумаемо. Так вот, поменяли закон иллюстрации, да, в этом. Я просто боюсь, чтобы как бы его за история не повторилась с этим законом. Потому что его сейчас примут в такой вот жесткой редакции, а потом будут разводить руками, как сейчас разводятся... Слушайте, а где генералы-то? А где полковники? Всех уволили. Кому воевать? Кому войсками руководить? А ну-ка, давайте мы сейчас этот самый закон будет отчитывать этот закон. А эти даже не пришли. Эти даже не пришли, это правда. Вадим, прошу. Да, спасибо. Но проблема есть. Мы терпи вовтор. Потому что проблема соотношения свободы и безопасности, она сегодня есть. Потому что все-таки мы не в классическое мирное время живем. И, между прочим, свобода не может быть безбрежной. И мы во многом проиграли нулевые годы, так, вот тот период демократии, постпомарачивая, потому что у нас очень много было безбрежной свободы. Этим воспользовались, так сказать, другие люди. А теперь мы пожинаем плоды. Так вот, как же сегодня выстроить правильно, так сказать, рамку между свободой и безопасностью? Кстати говоря, февральская революция 17-го года в России тоже безбрежная свобода была, в том числе и свобода прессы. И воспользовались этим определенные силы, которые пришли и сделали теоретскую революцию. Где мера? Как найти эту меру? Ее трудно найти в мирное время? А тем более вот в такое время... А как в Америке? Там первая поправка, там попробуй подай в суд за дело о защите чести и достоинства. Проиграешь. Правильно, но я скажу, в Америке, понимаете, Америка омыта океанами и морями. На Америку никто не наступал никогда. В Америке не было внешних каких-то врагов. То есть они были, но они не вторгались на территории Америки. Поэтому для них... Поэтому для них был шок 9 сентября 2001 года. Это первое нападение. Вернхар был совершенно правильно. Да, было, да. Так вот, я все-таки... Сейчас, время. Так вот, что надо сделать? Так, потому что мы можем говорить, это неправильно. А какая альтернатива? Значит, первая альтернатива. Почему мы считаем, что проблему, так сказать, вот ограничение, я бы сказал так, свободы слова, можно решать только запретами? Есть самоцензура, есть законы, действующие, их можно поправить. Причем саморегуляция. Это третий момент. Это другая вещь-то, да? Кстати, самоцензуре. Я смотрю по профессии, роду профессии. Все новости, всех каналов, все новости, всех каналов в Украине патриотические. Я бы даже сказал, некоторые каналы, Интер, и Украина, даже где-то, так сказать, переигрывают. Это, кстати, плохо, почему? Потому что, когда власти нужно компромиссы, какие-то дипломатические рауты, очень трудно объяснять этому обществу. Почему даем задний ход? Но, новости всех каналов патриотические. Это уже есть элемент саморегуляции. Значит, нужно дальше идти, по контенту саморегуляцию действительно проводить. И еще один момент. В информационную эпоху, запретом, ничего не решить. А как решается вопрос в информационную эпоху? Запрета. Игнорирование. Самое лучшее наказание для канала, игнор. Когда они смотрят? Ну, в России-то получилось запретить. Что-что? Ну, в России-то получилось запретить. Что запретить в России получилось? Нет никакого игнора. Почему нет? Почему нет? Игнор есть? Александр, в России все делалось, 15 лет делалось в России. Вадим, вы не все новости. Медленно-медленно, шаг за шагом. Вы мне скажете какие-то. Подкрались незаметно, что называется. я все-таки, есть игнорирование. Если мне не нравится... Я Огонек не смотрел. Я смотрел концерт Ляписа Трубецкого. Получил удовольствие. Мне звонят, а вот по Огоньку говорю. Да не смотрите, ради Бога, в чем проблема? Игнорируйте. Есть общественные бойкоты. Не нравится Интер? Бойкотируйте. Только не надо вот эти устраивать скандалы с выбиванием там окон и так далее. И все население так подходит, как мы. Дальше. Не смотрите. Не нравится. Зачем смотреть сериалы про ментов? Да не смотрите. И смотрите другие сериалы. Ради Бога, в чем проблема? Вот это очень важный момент. Есть еще гражданское общество. Дальше. В чем проблема еще? Я же, Голя, я скажу, что я как раз к вам хотел обратиться. Правильно? Вот вместо того, чтобы журналистов объединить, создать вот этот действительно институт журналистики, потому что у нас и журналисты, институт журналистики нет. Все журналисты пошли в парламент, там пытаются законами. Не все можно решить законами. Есть еще этическая регуляция, профессиональный кодекс журналиста и так далее. И последнее. Сергей, я же не вам. Ваши предложения. Должны мы, с инициативой входить, давайте не законам решать, давайте создадим кодекс чести или там кодекс этики. Слушайте, это в журналистов не так давно уже сделано. Есть и комиссия по журналисту и этике. Есть громадские вредовые проблемы. Вы прошли про них вредные. Вы сами говорите, прекрасно. Подождите, для журналистов почему нет? Это профессия. Смотрите, был скандал на эхо... Оля, ну послушайте, был скандал на эхо Москве. Так? Вот вы знаете, Денедиктов там, с Плющевым и так далее. Как они вышли из этой проблемы? Плющевым. Да, Плющевым. Как они вышли из этой проблемы? Как называется вот этот вид? Кодекс использования Твиттера, Фейсбука для журналистов. Это важный момент тоже. А так можно так. Закрыть интернет. Короче говоря, написали правила для журналистов. Правила про журналистов. Люди не должны себя вести в Фейсбуке, в Твиттере, поскольку они публично известные люди. Вам интересно такое слово зачитание стоп-цензуре. Так, правильно. Это и есть пример самоотокомпинации журналистов. И я могу вам назвать огромное количество поведения профсоюза. Ассоциации. Куда дальше? Что вы хотите? Что вы хотите? Чтобы вы новую рамку выстроили в новых условиях. Уже настолько самозаимствированы, что ни один закон... Соп-цензуры движения это было во время Януковича. Сегодня это уже должна быть другая функция этой соп-цензуры. Например, ввести новую рамку. Что дозволено журналисту, а что нет? Без того, чтобы принимать закон. Комиссия по журналистской этике этим занимается большим успехом. И последнее. Сергей Юкаплин, он говорил о том, вот приводил премьер Кременчурского взяточника. Я скажу, вот почему теряется вера в справедливую войну, справедливость войны. Потому что есть факты взяточничества и в военкоматах, и в налогах, как вы говорили, и так далее. Будет человек верить, что война справедлива, если кругом коррупция? Так дайте мне на два месяца посвечивание генерального прокурора. На два месяца это вот, Калюни, кстати, не будет запах ухоженного взяточника в крае. Буквально на полминуты, вы знаете, я думаю, любого психически здорового человека, любого, в том числе работника канала Интер, потом, уже постфактум, взбесило появление Кобзона в новогоднем огоньке. Я не сомневаюсь, что все работники Интера здесь были возмущены, но есть вещи, которые более возмутительны. Ну, я не имею ввиду, что Каплин без броневика мне тоже не нравится, но мне намного больше не нравится то, что в газету сегодня возглавила мразь, которую зовут Олесь Бузина. Это негодяй, который на всех российских каналах обливает грязью нашу родину. Погодите, погодите, вы ему просто тогда, вы ему тогда боксерский поединок проиграли в другой моей программе, многие помнят. Когда он так избил своей лысиной моей кулаки, что просто, ну и сбил мои кулаки. Вы прочтите, вопрос этого не можете. Послушайте, это реальный плевок. Да, мне намного хуже, чем Кобзон, я считаю, наш внутренний враг, вот этот вот негодяй, которого публично назло всем нам назначили главой газеты сегодня. И поэтому, видите, шеф-редактору, поэтому я считаю, что господин Охметов захотел продемонстрировать всем нам, что мы это схаваем, что мы это примем, и меня это раздражает и очень многих людей намного больше, чем прокол на новогоднем огоньке. Да, Кобзон старый маразматик, ему даже можно простить. В конце концов, он, он иностранец, он россиянин. Короче, хрен с ними и бог с нами, но будьте и дуракши, я хочу напомнить и по законам. Вы сказали одну очень важную фразу о том, что закон ограничивает свободу словов СМИ. К сожалению, все три законопроекта касаются телевидение и радиовещание. То, о чем говорит господин Парковый говорилось до этого, существуют медиахолдинги, которые издают печатные версии СМИ, владельцы которых находятся в розыске, владельцы которых ассоциируются с предыдущей властью Януковича, владельцы которых являются пятой колонной внутри страны, о них почему-то пока нет законопроектов. Мы, я в том числе и я, учитывали этот тюмор, когда была замглавой РНБО по информационной безопасности. Не было комментариев. Потому что канал вкуснее, чем детка какая-то. Я хочу, чтобы услышать от людей, которые подавали эти законопроекты, это ошибка. Мы все еще ждем появление этих людей. Или это, к сожалению, преднамеренно приезжает. Это действительно выгодно. Выгодно взять вот эту кнопку кому-то может быть и возможно захотят. К сожалению, сфотографическая безопасность вкладывается не только из телеканала Интер, телеканала Коломойского или телеканала Украины. Это слишком широкий спектр проблем и решать их нужно комплексно. Я все-таки хотел бы еще несколько слов сказать про межи свободы слова. Вы знаете, она очевидна, как и будь-яка інша свобода, она имеет свои обмежения. И действительно, и в Европе, и в найбільш либеральных странах эти обмежения есть. И иногда они довольно жесткие. Например, в Европе есть даже криминальная ответственность, например, за публичное запрещение Голокост или за другие подобные вещи. И это нужно прекрасно уведомиться, что европейская спільнота тоже имеет свои ценности, которые она обращает очень жестко. И если мы говорим про Украину, то тут, я думаю, четыре критерия, которые относятся культурного продукта. Когда мы говорим про какие-то сериалы и так далее. Первое, если там есть откровенная украинофобия, если там есть откровенная о империализме и так далее. Это первое вопрос. Другое вопрос. Если там есть откровенная героизация российских спецслужб, силовых структур, показ их как спасителей и так далее, это просто неэтично, потому что они сейчас воюют против наших солдат. Третий вопрос, если там есть перекручение истории, откровенная брехня про украинцев, навязывание им там какого-то комплекса войны и тому подобное. Четвертое, если до створения этого продукта причетные люди, которые публично это четыре спецслужб, которые это кажется не бином Ньютона решить. И власне это абсолютно мне кажется... Андрей, у меня сразу уточнение. При соблюдении всех этих условий для вас важно, кто входит в число акционеров тогда этого ответа власной информации. Какая разница? Я же говорю конкретно про культурный продукт. Я не говорю про канал и так далее. Вот эти, мне кажется, критерии абсолютно вычерпно показывают, что есть сегодня неприятным в Украине с моральной, с этичной, с информационной, с будь-якой точкой зору. И тут, я вважаю, мы имеем право защищать себе, свой информационный простир и просто быть гидными людьми, которые не дают себе плевать в обличье. Вот и все. Да, и я просто поддержал бы... Одну секунду, Сергей. Я хотел бы поддержать то, о чем говорил сейчас Андрей Ильенко, потому что очень много сегодня было сказано разных слов, но почему-то забывается о том, что вообще есть такая вещь, как конкретный журналистский продукт. Вот есть там новости на телеканале Интер, или там на другом телеканале, или ток-шоу. Вот условно вопрос там к тем, кто пишет эти законопроекты, как говорится, хозяин, вам колор чем не нравится? Как знаете, там рабочие говорят, которые стены, хозяин, колор нравится? Если не нравится, так скажи, рукой покажи, где плохо покрашено, где плохо сделано, что не так-то? Вот что не так-то? Иногда это, знаете, я вот тут абсолютно согласен там с оценками в адрес газеты Вести. Не нравится, плохо пахнет, но между прочим, параллельно с ней существует абсолютно нормальная радиостанция Вести, куда я хожу с большим удовольствием, куда ходят очень многие люди тоже выступают. У меня лично там вопросов нет. Зависит очень многое от журналистского конкретного коллектива. В конце концов, эхо Москвы, к которому мы часто апеллируем, одно из немногих, принадлежит Газпрому, но журналистский коллектив стоит насмерть и говорит, хотите, чтобы мы работали по-другому, мы уходим, заводите других, делать что хотите, а другие не умеют, их просто нет. Я прошу прощения, я давно обещал дать слово Юрию Тандиту, поскольку он человек немножко застенчивый, наверное, впервые, во всяком случае, у нас в студии. Пожалуйста. Для меня вообще, для меня обсуждение этой темы очень важно, потому что я многодетный отец, и отец шестерых детей, и я, хотя думаю, говорю на русском языке, я являюсь человеком, который есть настоящий патриот Украины. Почему? Я сам из Днепропетровска, отец мой имеет грузинские корни, мать моя украинка, сын мой старший родился во Львове, жена моя из Ровна. То есть я обычный, типичный украинец. Но для меня важно эта свобода, о которой часто говорят здесь, тоже на этой студии. Я рад, что мы можем говорить на эту тему. Это первое. Второе. Мы должны начинать с себя. У нас есть государство, граница, герб, конституция, президент. И я пытаюсь своих детей воспитывать в этом духе, чтобы мы уважали то, что называется Украина. Я думаю, что вы тоже хотите будущих своих детей так воспитывать, у кого еще их нет. Я считаю, что это очень важно для нас. Свобода это не значит, что ты все можешь. Я бы не хотел, чтобы мои дети смотрели порнографию на телеэкранах. Это первое. Второе. Я не смотрю в последнее время, к сожалению, русские фильмы. Были прекрасные советские фильмы, которые нас воспитывали в духе любви к ценностям. Сейчас я этого не вижу. Так вот, мы должны действительно защищать свой продукт. Я думаю, что закон, который сегодня обсуждаем, если он будет как-то касаться вашего канала, мы вас защитим. И поэтому... ФБУ нас защитит. Спасибо. Мы все вас будем защищать, потому что... С использованием табельного оружия. Вы зеркало, и не только черное, и белое, и синее, и разное. И для нас очень важно, чтобы сохранялись такие каналы. Но если говорить о газете Вести, извините меня, но это действительно тонкий продукт разрушения нас изнутри. Но... Реагируйте. Юрий, реагируйте. Мы этим занимаемся. А я хочу поблагодарить вас, что вы меня пригласили сюда. И хочу сказать, что мы будем заниматься и вашим каналом, и другими каналами доставки информации. И на вас... В позитивном смысле. Помогать вам. Спасибо. Ну что ж, господа, пожалуйста. Я короткую реплику хочу дать по поводу культурного продукта. Мы понимаем, что в России производство телесериалов, которые показываются в частности здесь, это достаточно дорогое удовольствие. Бюджет выделяет большие деньги. В частности, на ту же Белую Гвардию выделен был колоссальный бюджет. И сколько бы мы не говорили о том, что у украинских каналов забрать то, забрать другое, сериалы такие, по разным, разным, разным критериям, до тех пор, пока мы не поймем, что мы должны создавать этот самый национальный продукт, качественный, а значит, тратить деньги, в том числе, которые выделит государство. Об украинской армии, об украинских пограничниках, о новой милиции, о работе СБУ, о киборгах, есть много тем. Пока не появится... Потому что богатейшая украинская история, причем новейшая история. Посмотрите, как лучшие сериалы делаются в России, я не побоюсь этого слова. Очень часто берется, скажем, детектив, но это не детектив, там, посвященный событиям, которые происходят сейчас, какой-то там, борьба с криминалом. А я не знаю, как у Брежнева, там, дочь занималась контрабандой бриллиантов. И это вот расследование совершенно по-другому смотрится. Грамотно сформулированный госзаказ, это не обязательно трата бюджетных денег в песок. И вторая часть разговора. Вот мы говорим, что у нас на сегодня там есть какие-то ограничения, в том числе моральные, на то, что дается на телеэкране, и самоограничения, издателей, например. Ну, например, будут написаны мемуары Януковича, можно ли их издать и нужно ли их издать. Для меня дилемма. 20 долларов, нет? Я бы заплатил ему, как автору, написать эту правду, но готово ли общество получить эту книгу? А на этаж ниже а мемуары Азарова, а еще ниже. Они будут в тюрьме в него писаться, они готовы бы помочь. Не знаю, а еще ниже. А мемуары кого-то из депутатов фракции оппозиционного блока, которые входят и пользуются депутатской депутатской неприкосновенностью. Да, или нет? А мемуары Клотницкого тоже публикуете? Не знаю, потому что это другая абсолютно ситуация. Те, которые, которые я назвал, действовали в правовом поле. В нашей стране. Не во всех странах он запрещен. А в Англии, пожалуйста, можете Майнкапф покупать в Англии. И в Соединенных Штатах в магазинах есть. В книжном магазине. Поэтому не надо, вы знаете, в ура патриотической истерии перебарщать. Вот Андрей сказал правильные вещи. Ну, мы же не идиоты. Ну, хорошо, все не понимают, но есть достаточно количество умных людей, которые понимают, что если там написано, что украинцы там, украинский язык придумали австрийцы и на деньги австрийского генштаба создан сам термин Украина, это очевидная пропаганда. А если, например, кто-то говорит о том, что в истории УНУПа не все однозначно есть светлые страницы, есть темный, Мельник сотрудничал с Гитлером, а Бандер не сотрудничал, это уже не пропаганда враждебная, это внутренняя дискуссия. Евгения, вот и все, вам на себя не дать синюю, потому что те, кто... Дайте, дайте, и сприймайте пропаганду, это правда. Я хочу все-таки, пользуясь свободой слова на своем канале, подкачь, что я надеюсь и в дальнейшем, все-таки вернуться к своему, к наболевшему, и то, что болит всем нам, это к войне, и позволю себе посоветовать, и даже обращусь с просьбой к депутатам присутствующим. На этой неделе было принято постановление, подписанное к Абминам, о увеличении, обеспечении финансового воина в АТО. В частности, речь шла о боевой тысяче. Наконец-то, это стало реальным, заплатить людям эту тысячу за бои, доплатить к их зарплате. Так вот, есть один нюанс, и эту тысячу получат только те, кто будет воевать дальше, после подписания этого постановления, опубликования, а с таким опозданием принятое постановление нашим правительством. Те ребята, которые воевали. которые киборги, которые по 14, по 17 дней, 95-я бригада, 79-я находились в постоянных боях. Как вы думаете, как они себя сейчас чувствуют? Я знаю, я с ними разговаривала, потому что не был прописан механизм. Есть еще по киборгам один вопрос. И этот механизм до сих пор, как будет считаться бой? И эти люди, они уже не получат. У меня просьба, пожалуйста, примите лучше закон, который позволит, чтобы они были все равны, а не все воины. Господа, господа. Господи, дорогие зрители, коллеги, я очень извиняюсь, наше время подошло к концу. Я понимаю, что кто-то не высказался, кто-то не задал важный вопрос. В следующий раз. ПОЛТАРСИВА И запросите полтавцев 12.00 завтра пикетовать в МСАДМИНСТРАЦИЮ и добиться звольнения мера-сепаратиста и звольнити духовную столицу от сепаратиста. Спасибо. Спасибо. А мэр-миніста нехай принесет ключи от этого кабинета и покладет биле дверей. Мэр-миніста Мэр-миніста